Субтитры сделал DimaTorzok Хотя они начинались позже, чем наш Ну, как-то это, мне кажется, нехорошо Нехорошо Слушай, можно вообще ползти ползком на одной ноге И все равно нас уже поджимать и догонять Поэтому это как бы так себе заслуга, если честно Но это правда, надо, конечно, надо 250-й, тем не менее, выпуск Да, надо еще представиться Меня зовут Александр Гончаров Меня зовут Никита Тарасов И сегодня мы поговорим про Apple Про Apple и про Apple Да, и немножечко про Apple еще У нас, кстати, знаешь, что так смешно У нас все темки с MacRumors'а про Apple Ну, там, кроме одной на Хабре И одной на оранжевом сайте И я оранжевый сайт читаю, темку И в конце источник MacRumors'а А почему я на самом MacRumors'е Эту новость не видел, хотя вроде смотрел У нас еще есть две темки Знаешь, просто порассуждать И ты должен был еще в скобочках написать Можно взять с MacRumors'а Мысли Я сейчас проверю, интересно, на Хабре Та новость, которая у нас есть Про Apple музыку Ну нет, у нас какого-то Control.blog Там просто тоже есть сурсы Именно на языке хозяев Поэтому мы радуем вас снова подкастом Хотя я не знаю, радуем или нет Он максимально неактуальный, скорее всего, будет Но у нас сегодня US Only подкаст практически Это ладно А в итоге ты хотя бы выбрал то, что Уже не слухи, а то, что уже подтвердилось Да, да Расскажи, пожалуйста, просто поделись нам Как происходил подбор тем на сегодняшний подкаст Всем интересно узнать? Я думаю, до дня три было, как минимум То есть у меня, чтобы вы понимали Где-то 280 писем на почте Которые я не читаю Типа, ну это я потом перед подкастом разберу Их набралось 280 Из них я сразу отделил Как зерна от плевел Весь веб-дизайнер-ньюс Потому что, ну какие веб-дизайнер-ньюс сейчас? Ну это смешно Ну, камон, согласен Да Всякие WordPress, ньюслеттеры Все вот это-то-то-то Все, где-то 80 темок осталось Из этих 80 еще где-то 50 Это темки с хабра Новая по вашим хабам за этой неделе Новая по вашим там вопросам И там Raspberry Pi Который в январе еще вышел там новый какой-то Я такой, а, ну да, это будет интересно Это сейчас то, что будоражит умы в апреле 2022 года Мы, кстати, пишем в апреле Да, поэтому ты выбрал все про Apple, естественно Вот это будоражит Конечно Ну я же знаю нашу аудиторию Все давно в Болгарии уже сидят где-нибудь Кумыс попивают Там ведь кумыс, да? Мне кажется, у тебя о Болгарии какие-то очень положительные Если бы там был кумыс, я бы сам в Болгарии был Оттуда бы не уехал мистер Болгарин И не капелек А уже, опять же, тупить не значит, что Сербия и Болгария Это две разные страны Ну мы не будем сейчас про разные страны Давай про то, что у нас насущно Во-первых, вы можете нам писать все еще Несмотря на то, что 250 выпуск Несмотря на то, что он выходит уже раз в три месяца Писать на work.sobaka.ru Это все прилетит Сане в те 250 писем Которые он посмотрит через 4 месяца На самом деле нет, он быстро Он быстро очень среагирует Именно на эту почту я отвечаю сразу Потому что они у меня все подключены в телефон В гейский И я, соответственно, по утрам все это смотрю Ну если да или нет, я отвечаю сразу Плюс-минус, поэтому Да Work.sobaka.ru Пишите обязательно Вы будете услышаны Кроме этого У нас есть наш постоянный спонсор Вот захотелось почему-то вернуться к слову спонсор Знаешь, какое-то такое время Когда надо возвращаться к слову спонсор И вот спонсор нашего выпуска SmartApe.ru uwebdesign.ru Slash SmartApe Заходите туда, там реферальная ссылка Регистрируйтесь и используйте Супер хостинг Российского образца Который, кстати говоря, расширяется В том числе, например, и серверами в Чехии Вдруг кому-то интересно будет Такой опционал Да там вообще И в Москве Дата-центр второй открывается То есть первый был DataPro Moscow 1 Tier 3 Сертификация А тут ребята замахнулись На Tier 4 У DataPro Moscow 2 Это другой Дата-центр Еще более круче Что ты называешь Какие-то рейвы DataPro Moscow 2 Да DJ Tiesto DJ Groove Еще Мымра Вот И, соответственно, второй Это DataPro Они еще в процессе Они еще не получили Tier 4 сертификат Но замахнулись на него Хорошо Посмотрим, когда Возможно, когда выпустят Вы выйдет подкаст Уже получат Тут как бы Мы, кстати, сами будем переезжать С DataPro 1 На DataPro 2 Надо как бы соответствовать Во-первых, давайте так Одно дело соответствует Другое дело Мы вот вам что-то советуем А сами, значит, не пробовали Нет, так не пойдет Мы будем Заныривать Мы все это говно Пробуем Носиком в каждое Мы как на том стике Его показываем Вот, да Тут банан Должен его подмонтировать С Пепе Это Пепе ведь был, да? Я уже забыл Какие там персонажи По-моему, Пепе это был И третий DataCenter В Чехии Хост Телеком Я спросил Они сказали Нет ни одной причины Это на 14 марта Апреля 2022 года Ни одной причины Не застопоривать сотрудничество Короче, все еще можно Захоститься в Чехии Через SmartApe По практически российским ценам Поэтому вы Будьте вообще Любезны И не перейдите на SmartApe Потому что, ну, в конце концов Если у вас бизнес здесь остался Какой-то еще Ты так сказал, как будто У нас-то уже давно Ну да, у нас-то Все, бизнесу Конец Вот, об этом мы еще скажем А в общем и в целом Если у вас есть Что еще хостить То SmartApe С докризисными ценами До сих пор Ни на рубль ничего не подорожало Евобизайн.ру Слэш SmartApe Заходите по реферальной ссылке Регистрируйтесь Используйте Да, это, кстати, нам поможет Прям сильно Нам поможет очень сильно А особенно, что нам сильно поможет Наш бизнес Который закрылся на Патреоне Мы там, короче, знаю Барыжили Всякими там Футболками Всяким говном Короче, знаешь Типа как на рынке Выкладывали Там штаны можно было Нас ларек Снесли бульдозером Прямо Которым сыр давили недавно Потом нас еще давить начали Вот Да, поэтому Наш ларек переехал на Бусти Разумеется Бусти Не знаю Точка ТО Бусти точка ТО Слэш видимо Ювебдизайн Да, да, все верно Вот Бусти точка ТО Слэш ювебдизайн Заходите туда Подписывайтесь Если хотите Там Что-то туда будет попадать Эксклюзивное Ну так же пришел Просто это будет зеркало Патреон На Патреоне еще остались Люди И мы до последнего Патрона Когда последнего клиента Будем туда лить При шоу Собственно Да Уже непосредственно бесплатно Ну конечно Конечно Ну при этом Там все еще Деньги даже дают Но мы их никуда Не можем деть Поэтому в принципе Можете их кидать на Патреон Но мы их просто Банану выведем Потому что у него Не российский Пейпал И на хлеб ему это Ну ему только на хлеб Хватит На электроэнергию Уже вряд ли хватит Походу Походу Чисто его Бизнес Да у нас отжали А наш бизнес Да Очень легко Так отжал Boosty.to Slash YouWebDesign Знаешь У нас побредающе Появился Ask.me Сервис такой Я не знаю Надо это все Сейчас сразу вываливать Сейчас уже все Отключились Просто скажут Ну эти уже все Ну они да Что-то кончены Ладно Можем в конце Об этом сказать Хотя ты знаешь Люди и так отвалятся Потому что дальше Следующие темки Такие же конченые Как и эти Хуже я бы даже сказал Слушай ну давай Давай короче Запомним с тобой Что после Айпад Про 2 А После Айподс Про 2 Айпад Про 2 Айподс Айподс Про 2 Айподс Про 2 Это детальский аналог Мы да Мы просто расскажем Где брать Все таки уже Ну чтобы у нас Можно было купить Да Вот после Айподс Про 2 Запомнили Вот после Этой бесполезной Этой железки Мы Расскажем Про остальное Дерьмо наше Короче Давай Давай Погрузимся В Apple Давай Что там есть Что дают Почему вообще Ты это все взял Когда это будет Как Что Почему Все досконально Давай Согласен Со всеми каверзными Во-первых Чтобы вы понимали 24 марта Прошла Или 27 Насрать В конце марта Прошла презентация Apple Очередная Именно весенняя Вот эта Которая вместе С подснежниками В подснежники Выходит и Фил Шиллер Ну кстати Я не знаю Был там Фил Шиллер Или нет Я завязал давно С просмотром Этого говна Я постфактум Теперь смотрю Просто через 4 месяца И все Вот Кроме всего прочего Выпустили Mac Studio Это Это Что это 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 Короче Как Mac Mini Только В 2 раза Толще 2 Просто Mac Mini На Mac Mini Положили И получился Mac Studio Ты не поверишь Дело еще в том Во-первых 2 проца на выбор M1 Max Уже Бывший Так сказать В употреблении Уже Презентованный В iMac Тоненьких Цветных И в новых MacBook Pro Вот И M1 Ultra Это уже четвертый Проц В Apple Вот этой инфраструктуре Ну так Чтобы ты понимал M1 Ultra Это тупо 2 M1 Max Внутри По архитектуре Поэтому в нем Соответственно В 2 раза больше Ядер В 2 раза больше Поддерживает Оперативки Не 64 А 128 Ну короче В 2 просто Сложили И соединили Ну там потом У нас отдельная темка В чем так сказать Фишка M1 Ultra Почему это Биг Дил Вообще Ну как бы Типа Камон Совместили 2 проца Просто в 1 И все Но как бы Не все так просто Хотя на самом деле И не сильно сложно То есть 2 опции По процам M1 Max И M1 Ultra И в рамках Этих опций Есть еще Надстройки Соответственно Ну По оперативке Как я уже и сказал У M1 Max Можно до 64 гектаров А у M1 Ultra До 128 Поставить SSD И там и там До 8 терабайт И порты Порты Отличаются Чуть-чуть То есть У M1 Ultra Передние порты Это Thunderbolt А у M1 Max Передние порты Это USB-C То есть Более современная Такая штуковина Смотрящая вдаль Прям топовый Неттоп Простите За тавтологию При этом При этом Учитывая Что Apple Так сказать Пришли из будущего У них Видеоядра Которые в этот же Чип встроены Они натягивают Вообще всех Только так Поэтому Как бы Тут даже Нет такого Что типа Ну да Это неттоп Но вот 3060 Ну вот нет Как бы 3060 Уделывают Только так Этот M1 Ultra Наверное даже M1 Max Надо бенчмарки смотреть Причем Ну очевидно Что бенчмарки Не в Crysis Ремастере А все-таки Там в Premiere Adobe Какие-нибудь Ну в монтаже Видео Потому что в Crysis В Crysis Ремастере Я думаю Это хреновина Она взлетит просто Вот именно Нижним охлаждением Она пукнет И просто И разлетится На два Mac Mini И точка U Куда-нибудь Прилетит еще рядом Потому что Она вылетит Из этого Это реально Вот я смотрю на нее Она такая Короче хреновина Которая Как она охлаждается Просто объясни мне Там есть Короче На просвет Фотка И ты Увидишь Что там Вот это все Сверху Вот эти Наушники Это все охлад А я думал Это реально Наушники Вот нет Подожди То есть Это как Это получается Вентиляторы Которые выдувают Вниз Вниз Да Сквозь все И взад Вниз и взад Потому что Сзади тоже решеточка Ну да Да конечно Кто взад у нас Не выдувает То есть У тебя стол У тебя стол Будет плавиться Только так Как обычно Естественно Во время рендера Да Но вообще-то Написано У них прям В так сказать Господи Маркетологических Вот этих Да не в спеках А в слоганах Что заточен Под тишину То есть Как бы Ну в этом суть И M1 Изначальных Я напоминаю M1 и MacBook Air Вообще без вентиляторов Ну только на пассивном Охлаждении Вот То есть Они в повседневке И не греются Ни хрена В этом фишка И фича Ну интересно Интересно Хотелось бы посмотреть Это как это в реальной жизни Не на Маркетологических Ну это уже Ждем Да Реальных каких-то Отзывов Но тем не менее Я знаешь что хочу Я хочу чтобы Какой-нибудь Вот Вилсаком Знаешь снимает Видосы типа Как я разбиваю Свой айфон Ну вот старый Я не знаю Уже Ну да Это ты что-то прям Вспомнил Еще из того момента Когда у него Начиналось что Фигурка Стива Джобса На искусственном газончике Такая стоит Да Вот из старого Я сейчас вспомнил Вот типа как там И мне теперь интересно Чтобы Вилсаком Снял видос Причем именно на Вилсакоме Интересно Когда он себе Макс Студио На коленки кладет И начинает рендерить Ну видишь К счастью Это все-таки Настольное решение И не будет такого Как у моей тещи Которая Ноутбук На одеяло положила И ему Жарко стало Не укла Это ты очень мягко Сказал Что ему жарко стало Ну она к счастью Не рендерила Поэтому вроде как Одеяло целое Но тем не менее Лучше так не делать С Макс Студио Ну только если вы Накрывать не будете Этой Салфеточкой Здесь банан Должен подмонтировать Телевизор Накрытый вот этими Макраме Вот не надо Его так накрывать Особенно снизу И сзади Потому что Ну это лишнее А так Ну вот смотри Там девушка есть С двумя экранами Это забегая вперед Студио дисплей Из нашей следующей темки И обратите Как-то Прям переплавный Будет плавный Будет плавный переход Ну блять Они даже называют Извините Они даже называются Студио Оба То есть это Ну это как бы Комплект Так сказать Комплект Вот Макс Студио Обратите внимание Все таки не очень маленький То есть это Ну здоровое Хреное Прям кирпичик Такой Вспомни что там Больше половины толщины Это наушники Ну да И пойми что Наверное во время рендера Он прям гудит Я пытаюсь понять У меня тут есть Что-нибудь под рукой Такого же габаритного Ну Ха У меня есть кое-что Сейчас я для наших Хотя бы Наших зрителей Хотя бы повеселю Ну давай У меня тут есть коробка От Короче планшет Андроидный Который вставляется Вместо магнитолы И климатического блока В Шевроле Круз Который Артем себе поставил Вот тут коробка Она мне кажется Ну вот Частично По габаритам Похожа То есть Ну как бы В целом Все равно Это меньше чем Даже видяха Обычная Десктопная Ну если Суммировать По всем габаритам Потому что она длинная Но как бы Еще и стильная И с яблочком сверху То есть Ну Казалось бы Что Чего же еще более Желать Да Да Согласен Кстати я сейчас Пока мы это с тобой смотрели Мне стало интересно Комплектуха Что дают в комплекте Хоть один провод какой-нибудь Дают или нет Или уже даже Отдельно надо в розетку Покупать провод Который втыкается Сейчас Потому что Я смотрел Что со студиоэкраном Дают в комплекте Кстати даже Удивился немного А тут Не смотрел Ну-ка Я думаю Как минимум Тряпочку Макраме Надо покупать Индебокс Нихрена Макстудио И пауэркорд Короче Этот Провод Чтобы в розетку втыкать И компьютер Все Ничего более Ужас Ужас То есть Все HDMI Да HDMI Ну кстати Есть HDMI Дырка Поэтому Может пригодиться Для ваших старых Беспонтовых экранов Ну кстати Давай мы с тобой Посмотрим По портам Спереди Два Форм-фактора USB-C То есть Я как уже говорил В M1 Ultra Это Thunderbolt В M1 Max Это USB-C То есть Соответственно 40 гигабит в секунду У M1 Ultra И 20 гигабит в секунду Пропускной способностью M1 Max И Внимание Карт-ридер Вот я на это смотрю И думаю Может быть это уже знаешь Для наших чипов Которые в нас встроили Потому что Какой Нет ну это типа Я понял Это для про Это же для фотографов Фотографов Да Чтобы им там не тянуться Но с другой стороны Можно было это вообще убрать Пусть бы Чуваки Ну сами себе покупали Выделенный картридер Или Ну сзади как бы сделать Чтобы он просто был А как бы Если ты хочешь совсем близко К картридер То пусть он у тебя будет выделен Это обрати внимание Показывает их ориентацию Ну на конкретную аудиторию Ориентацию я заметил Вот да Кстати Между прочим У Ну реально больших зеркалок Хотя сейчас все перешли на беззеркалки Но у реально больших зеркалок У них же не издишки У них короче такие карточки Реально со штырьками прям Точнее они не со штырьками А порт под эти карточки Там прям открытые штырьки Как у AMD-шных сокетов И ты на них нанизываешь Такую карточку И их легко очень погнуть до свидос Так вот я и хотел спросить Зачем они вообще это делают Это же во-первых небезопасно Скажем так В употреблении Ну это видимо Какая-то дикая легаси И вот для чего-то это нужно Какие-нибудь фотографы Профессиональные Бараноч например Должны нам написать Сегодня в комментариях Не ну профессиональные фотографы Нам точно скажут Что вообще В принципе SD карточки Это круть Быстро Классно Воткнул Достал Все скопировалось У меня есть кстати Выделенный картридер Но он один хрен USB 3.0 Только там старый Который там Даже не 5 гигабит в секунду Фу Аж стыдно сказать было Внизу кстати Есть кенигсингтонский замок Чтобы пристегивать К столу Да Мне кажется Где-то в Европе Или в Америке Есть закон Который обязывает На всем говне Делать этот замок А или они наверное Ну у себя в магазинах Их как минимум На него пристегивают Наверное в аэропортах Знаешь В аэропортах А зачем там Макс студио Или на стойках Регистрации Каких-нибудь Чтобы кто-то Посаждающийся Сайт посадил Там же у них есть рекламные Мы тогда в Нью-Йорке Видели Проходили А ну то айпады вроде были Ну это насрать Не важно Но да Видели Ни хрена ты вспомнил Ну мы сегодня Об этом еще вспомним Мы вспомним А ты смотри Вот задний Давай задний Да я тоже уже До задних доскроллил Ну и что Кнопка тебя устраивает Вот казалось бы Технологично 2022 год Тебя кнопка Вот эта нормальная тебе Ну учитывая Что она сзади А не спереди Вот ее-то могли бы И вперед всунуть Я понимаю Типа там Он не должен выключаться Потому что он там Все глушит Тушит И так далее Но как-то все равно Не это А вот Как ты считаешь Кстати Мы так Обмусоливаем этот Макс Студия Ну допустим Силовое говнище Вот это из трех Писек Оно вообще Как ты считаешь Даже в ноутбуках И вообще вот В таких устройствах Оно где должно быть Посередине С левого боку Или справа Мне посередине Больше всего нравится Потому что Провод толстый И он банально Центр тяжести Может смещать Там и вообще И все такое Мне вот тоже посередине Посередине например В делах В ноутбуках А вот в макбуках То не посередине Насколько я знаю Поэтому ты получается Куда-то не туда Двигаешься Может быть тебе Дел нужен Хороший Видишь Вот и в м1 И в м1 Блять Все И в мак студию И в мак студию И в студию дисплея Где просто Вот да И в мак студию И в студию дисплеях По центру Так что походу Это новый стандарт Собственно лайтнинг И в айфонах И в айпадах И везде тоже по центру Ну и хорошо Так что Я не знаю Я честно Забыл Давно не подходил К своему супер Аймаку Новому розовому Не помню где там Спереди или сбоку Но на макбуках Понятно почему сбоку Потому что там сзади Если ты сделаешь Его надо сразу толще делать Сильно Поэтому там все с боков Хорошо Что-то есть еще Обмусолить В этом замечательном устройстве Макс студия Которое у нас конечно же У всех будет Есть Смотри Этернет порт видишь Вижу Он 10 гигабитный Так вот Я такой Был момент Я к бате Делал ремонт в квартире Курировал так скажем Ремонт Не сам делал Я заложил ему Этернет провод за телек Я такой Классно вообще У него супер сони До свидос 120 герц Будет кайфово Все мы все сделали Здорово Купили ему новый тариф 330 мегабит в секунду Чтобы кинобаба не тормозила Запускаю спидтест Скорость 95 Я такой Как так Что тариф не привалился Что ли Меряю на телефоне Там все 200 там пробивает Телефон загорает просто Тыркаю телек 95 Думаю Подожди Что-то не то Включаю вайфай в телеке 250 Все давит Вау Супер Читаю спеки А в телеке Не гигабитный порт А 100 мегабитный Телек за 120 рублей Какого хрена Вы не сделали Он ориентирован На стриминг Кнопка Netflix Есть на пульте Выделенная Видимо Считают Что уже все Вайфайкой сидят Ну просто это нестабильно Роутер Через две стены И уже Прям Ну не очень Поэтому я был Прям раздосадован Напротив Купил я себе HP 400 МФУшку 2007 года А в ней Гигабитный порт Ну видимо Чтобы 500 мегабайт PDF-ку Отправлять на печать И не лагало Ничего Видимо да Чтобы это Спечатывать там Какие-нибудь Офисный Сраный Принтер 15-летней давности С гигабитным портом Не пожалели Один доллар Добавить на этот порт Вот что значит Техника для работы И вот что значит Техника для удовольствия Техника для удовольствия Непродуманная Ну значит Вот Mac Studio Все ж таки Для работы Потому что 10 гигабитный порт В Asus Материнках Только вот Пару лет Ну хотя да Это тоже Новая железка Ну короче Это респект Да Особенно учитывая Что Внутри Ну локалка Можно же Целый офис Из Mac Studio Сделать Они внутри Локалки Все будут Обмениваться Очень быстро Классно И здорово Ну при наличии Роутера соответствующего Ну как бы Тут уж дело такое Вот Поэтому Больше здесь Особо Нечего облизать Плавно Очень плавно Подожди А как же Мини джек Причем он тоже Сзади по бреду Да И кстати Он поддерживает Высокоомные наушники То есть можно Прям студийные Байеры Вот эти ставить 250 Омные И нормально Будет давить Это круто Слушай А мне придется Переходничок покупать С лайтинга На мини джек То есть Здесь никакого Предусмотрения Нету Вот для этого То есть у меня сейчас С лайтинга Работают наушники А у тебя такая Говорит Подожди Ты сейчас В каких сидишь Нет Сейчас-то я Сижу Сейчас-то я сижу В тех Которых надо Но на телефоне Так и в макбуке Нет лайтинга Простите Для этого уже Айрподсы надо Да твою Айподсы 2 про Уже упомянутые Наверное В начале выпуска Ну блин Ладно Я понял Это для профессионалов Типа Чтобы ты туда воткнул И чтобы у тебя там Это Ладно Хорошо Вот Как мы плавно Переходим к экрану А легко мы переходим М1 ультра Именно топовый Поддерживает Четыре этих Вот таких экранов Не таких Да хотя и таких тоже И тех которые Про XDR Limited Которые за 5 косарей баксов Стартовые Вот их тоже 4 поддерживает И соответственно Через HDMI пятый Класс У нас подкаст Особенно судя по ценам Переходит Знаешь как Мы как будто Уже Автообзорщики Да Это следующий шаг Да Просто будем говорить Ну тут как бы Особенно нынешние цены Учитывая Ну как бы 42 миллиона Лада Веста За 2 миллиона Ну вот так вот Мы знаем нашу аудиторию Просто уважаемые Поэтому да Итак барабанная дробь Apple Studio Display Монитор Для вот этого Компьютера Вот Соответственно Кстати у Max Studio Стартовая цена От 2000 И в гору до 8 Кажется Самый топовый Примерно так Ну ладно Экран Чуть дешевле От 1600 В какой валюте Да Есть такая валюта Американский доллар Доллар США 1.6 тысяч 1600 долларов Стартовая Ну собственно Стартовая Тут одна опция Две точнее опции Первая Это стойка Есть которая Просто его наклоняет Вперед назад А есть которая Вверх вниз Еще ездит Вот та которая Вверх вниз Надо еще 500 баксов Докинуть Классика Классика Жанра Но мне нравится Кстати стойка Прикольная Такая Ну реально Современная Это точно Она и красивая И я надеюсь Она тугая еще То есть нету Вот этого Что ты его Сдвигаешь А он Ну как бы Не реагирует Скорее всего Она весит Столько же Сколько монитор Ну да Наверное Блин У меня кусочек винограда Застрял между зубами Я вот весь подкаст Маюсь Вот ты достанешь Чем-нибудь У тебя нету там Какой-нибудь У меня ничего здесь нет Поэтому Только ключи Ну боюсь Не влезут И 300 баксов Можно корочина На пленку заказать Которая Чтобы не бликовало Ничего То есть А он По умолчанию Естественно Глянцевый Слушай Классно там Доедаешь Виноград из зубов Стеклом С удивительно Низкой Отражающей Способностью Я не знаю Матовый или глянцевый Но за 300 баксов Будет прям топ Ладно Еще меньше Минимизирует Все блики Там говно И так далее В чем суть экрана Это не просто монитор Там А13 прост Как в 11 айфоне Внутри Да А для чего? Для того чтобы 12 мегапиксельную камеру Во-первых Питать Так сказать Ну и Так сказать Обслуживать Какой-то контроллер Ну потому что Нету в Mac Студио камеры А как ты Зумиться будешь? То есть Ну а тебе Нужно такое качество Прям для зума Чтобы прям А зачем именно такая? Ну вот что было Для профессионалов Все штуки Ну ладно Может быть это знаешь Типа Чтобы Хотя нет Для стримеров Ну для стримеров Да Тоже Но не поиграешь На этом дерьме Опять же Ну короче Вот что было Ладно Ты меня так спрашиваешь Зачем там 12 мегапикселей А зачем там 6 динамиков А они там есть Ну Для про Ну вот Для профессионалов Хайсири оно поддерживает Ну потому что Вот этого всего нету В Mac Studio Там нет микрофона Там нету Соответственно Динамиков И там нету Камеры А это все должно быть В рабочей станции Уважающего себя Профессионала Соответственно Вот 96 А Ну короче Да И 5К он Даже не 4К А 5К экран Столько же Сколько стоимость Да Ну повторюсь Стоимость всего полтора 1.6 точнее Всего Вот Тут 600 нит яркости Там все цвета Короче Супер топ экран Естественно 60 герц То есть Поиграть на нем Будет Ну В контре Короче Ты отсосешь сразу И в 6 спикеров Услышишь Как твою мамку Там того Ну да Правильно Потому что Я вот знаком С одним чуваком Из Вайлдберриса Мы с ним Приятельством Который выдает Там И он себе Купил 300 герц Full HD экран Он выдает Мои Чаи И прочую Хрень Которую я там Покупаю Вот Он себе 300 герц Купил экран Именно Full HD Ему не надо 2К Ему надо Вот чтобы 300 герц Чтобы он За 2 наносекунды Раньше Увидел Что ему В хэд Стреляют Просто И все Он именно CS GO Чувак Вот Поэтому Как бы Вот это Для профессионалов А не Для Геймеров Собственно Есть слухи Что будет Скоро Новый Экран На Мини LED Технологии Вот он Будет 120 герц И собственно Здесь Мы на Макруморсе Смотрим Не конкретную Новость А так называемый Roundup Типа Все что мы знаем На данный момент Про вот это устройство И здесь В Roundup Есть пункт Покупать ли И вот тут Они пишут Что если вы Ждете Супер топ И так далее То попридержите Бабалетти И ждите Вот этого Нового На мини LED технологии С ProMotion Экраном ProMotion Это как раз 120 герц Я очень долго Искал Как Собственно Ну Где зарядка У него И что такое Потому что У самого Монитора Есть еще 4 дырки Три, соответственно, USB-C и один Thunderbolt. То есть, чтобы не лезть куда-то там под стол в попку Mac Studio, можно лезть в попку Studio Display. Ну, они тоже сзади, естественно, расположены, поэтому да. Я такой думаю, ага, один Thunderbolt. И там еще написано, что он выдает 96 Вт. То есть, в принципе, Macbook в него втыкаешь, и Macbook заряжается от экрана. Я такой думаю, подожди, а экран как заряжается? И потом я понял, что вот эта черная дырка, которая под Apple-логотипом, в стойке с отверстием таким, вот это порт под 220 провод. Ага, вижу. И, собственно, да, вот он туда втыкается. А вот эти четыре, они так называемые upstream и downstream порты. Upstream — это который выдает, а downstream, который принимает. Вот. И, короче, он выдает 94... 96, простите. ...ватт питания. Это на все Macbook, кроме топовых прошек, 16-дюймовых, хватает прямо на fast charge. А три остальные — это, ну, типа там, периферию какую-то втыкать. Клавиатуры, мышки, флешки через переходники и прочую фигню. Вот такие дела. Смотри, давай я тебе немножко каверзных вопросов задам. С удовольствием. Колхозных. Давай. Первое. Вообще, вот этот дисплей. Дисплей. Его, он подружится, например, с Macbook. Вот просто Macbook хочу подключить к нему. Все нормально. Да. Вот этот Thunderbolt, который upstream, он, соответственно, является кабелем, который, ну, информацию несет. То есть ты им подключаешь к Macbook, и он же и заряжает этот Macbook. Да. А если я совсем дурачок и к Windows-устройству хочу подключить? Есть на современной NVIDIA видеокарте прям ставится USB-C драйвер. Ну, в смысле, он прям... Ты когда NVIDIA скидрова накатываешь, то там прям есть такие, которые с USB-C поддержкой. Вот. Но это надо через какой-то там переходник к дисплей-порту. Короче, есть способы, сам я не делал. Ну, собственно, мне не с чем так делать. Ну, а я интересно... Ну, да. А я интересно просто, что увижу вообще? Да что? Просто картинку с хорошими цветами, но шестистокерцовыми. Да, ты же компьютер в него воткнешь и все. Естественно, не заработают камеры. Почему? Должно. Типа. Ну, типа, винда должна понять еще это. Ну, вот не факт, конечно. Это не факт. Это надо гуглить. Но это, конечно... Инфу точно выдаст. И, скорее всего, хаб сам вот этот... Ну, то есть, если ты USB-C будешь втыкать в монитор в этот, то, скорее всего, они по Thunderbolt уйдут все-таки туда и как-то что-то. Но это надо прям проверять, читать спеки и так далее. Потому что, в общем и в целом, платы расширения Thunderbolt для материнок, ну, или есть топовые материнки, где есть Thunderbolt-ные порты, вот, там тоже 100 драйверов надо поставить, чтобы это все увиделось. То есть, это как бы не совсем так просто. Поэтому... Вот это каверзный реально был вопрос. И да. Просто, ну, естественно, если вы такой уж дурачок и колхозник, то, я не знаю, мир вам всем. Потому что я уверен, что если это покупают дерьмо, это стопудово покупают в связке с MacStudio. Ну, конечно. И вообще, до свидания. Там сразу просто это... Ну, это, короче говоря, как обычно, Apple стремится к премиуму. Железко. Ну, да. Как мы видим. То есть, все больше и больше того, что не может себе позволить никакой человек, а может позволить себе только какой-то очень богатый, белый человек, профессионал. Да, да, конечно. Но вообще, я могу сказать, у меня дома тоже в мониторе есть USB-шники. Но там именно по старинке ты в монитор втыкаешь в компьютер через USB-B провод. То есть, такой, как док-станции для жестких дисков, такой толстый, короче, тоже синий USB 3.0 провод. Ты его втыкаешь в компьютер, а в мониторе уже есть два USB-3 порта. И у меня в него воткнуто первое, это звуковуха, чтобы... Ну, у нее короткий проводок, чтобы хоп, сразу в монитор. Ну, и второе мышка. Ну, именно мышка, она у меня хоть и беспроводная, но зарядка ей требуется часто. Поэтому вот из нее USB-сишный провод торчит, и я его втыкаю туда мышку. То есть, я уже привык, что в мониторе есть USB-концентратор, это прикольно. Это мне нравится. Поэтому сам факт, что здесь он тоже есть, об этом не забыли, хотя у них уже там все блюпупное и так далее, это все-таки прикольно. Но, конечно, переходники с USB-C на USB-A искать каждый раз. Но, опять же, если уже у вас куча такой периферии, и вы такие это все купили, то, ну, покупайте еще переходники на USB-A и так далее. Хотя много уже периферий USB-сишный есть, поэтому... Нет, не так страшно. Так, а следующая темка моя. Да, еще две мои. Там, да, там у тебя еще снова про Apple Studio. Там с оранжевого, да, сайта, который как раз-таки оказалось, что источник MacRumors. Внутри прошивки для вот этого дисплея Apple Studio нашли, что есть новый Mac Mini. Там просто строчка называется Mac Mini 10.1. Ну, типа 10-ая там ревизия Mac Mini. И, соответственно, по слухам чувака, а это разработчик Стив Троттон Смит некий, по нему там будет именно M.2. Не M.1 Pro там, не что-то такое. Это будет новый Mac Mini с M.2. Пока мы ничего не знаем про M.2. На MacRumors есть, типа, гайд, что мы знаем про M.2. Но его еще даже не обновляли после выхода M.1 Ultra. Там они все еще думают, что M.2 это, может быть, будет два M.1 Max'а внутри. А это уже вышел M.1 Ultra. Но они не апдейтят как-то странно гайды. Вот. Поэтому про M.2 сильно рано пока говорить. Но, по слухам, вот Mac Mini будет, Mac Mini новому быть, как это пишут журналисты обычно. И вот он, типа, будет, возможно, с M.2, а не с M.1 Pro. Причем, ну, этот твит написан 12 апреля 2022 года. Собственно, чувак-то об этом рассуждает вот позавчера. Ну, ладно. Хоть не 1 апреля написан. Вот, да. Ну, и источник MacRumors. Я в кое-то веки такой думал, о, прикольно. Будем с DNS-овского сайта тоже брать темки. Там тоже что-то, комьюнити какой-то. Источник MacRumors. И, кстати, у этой новости был один дизлайк всего. Я добавил лайку, теперь ноль стало. Выровнялось. Да, да. Ну, и последнее в моем блоге. Это что такое M.1 Ultra? Как я уже сказал, M.1 Ultra – это два M.1 Max в одном чипе. И они соединены не просто на текстолите дорожки распаянные, а кремниевая какая-то проставка, которая тоже по супер 5-нанометровому техпроцессу сделана. Пропускает 10 тысяч сигналов, не знаю, в секунду, видимо. То есть 2,5 терабайта в секунду пропускная способность. Это очень много. Ну, мы здесь, напоминаю, говорим про 10 гигабит в секунду у USB-C, 40 гигабит в секунду у Thunderbolt 4, а здесь 2,5 тысячи гигабит в секунду. Ну, вот между двумя половинками чипа, так сказать. Мне в тебе нравится только одна черта, которая разделяет твою задницу на две половинки. Вот в M.1 Ultra только одна черта нравится, которая разделяет две эти половинки. И, соответственно, она классная. То есть фича не в том даже, что они просто масштабировали, сделали два чипа, сколько в том, как они их связали. Потому что это и дает основную производительность. Если бы просто два чипа связали на материнке, то было бы плюс-минус, ну, как бы... Знаешь, есть серверные материнки с двумя процами. И там это просто работает даже не в два раза быстрее, а практически как там в полтора. Типа того, там есть какая-то формула, как это выщит. А тут прям, ну, сильно быстрее. Ну, фактически в два. Поэтому это типа прорыв. Вот. А в общем, ну, могу только подождать от тебя каверзных. Что-нибудь про M.1 Ultra. От меня, про M.1 Ultra. Вообще, как ты смотришь на эти чипы? Если вдруг каким-нибудь параллельным импортом будут какие-то из этих чипов в каких-то устройствах завозиться, то что ты, вот, как бы, скажем так, на что ты смотришь? На что глаз упал? Ну, я считаю, что Apple фишка все-таки в портативных устройствах, то есть в ноутбуках. А фича любых ноутбуков – это как раз тихость и портативность, чтобы они были легкие, удобные и не жгли коленки. И вот сама вот эта их архитектура M.1, ну, РМ-ная архитектура, и, соответственно, то, что так называемые чипы SOC, System on Chip, что внутри одного чипа вся система. И CPU, и GPU, и контроллер памяти, контроллер PCI-Express, контроллер Thunderbolt. Ну, не буду все перечислять. Вся фигня. И типа, что из-за этого легко отводить тепло от этого всего, из-за того, что оно все связано именно по кремнию, а не дорожками на материнке. Это все быстрее, меньше греется, бла-бла-бла. Поэтому, в принципе, можно даже самые младшие брать и насрать. Потому что даже они будут сильно лучше того, что предлагают конкуренты. Intel в 12-м поколении тоже попытались там в процессор запихнуть еще больше всякого. Он такой вытянутый стал. Обычно все процессы, чтобы ты понимал, ну, ты помнишь, квадратные. Ну, да. И именно 12-е поколение, они продолговатые стали. Потому что там больше запихнули, и он вытянулся, выпрямился, так сказать. Если он прямоугольненький уже. Они не знают просто, чем уже брать. Уже тех процесс замедляется. Ну, конечно. У них реальная конкуренция сейчас. То есть, вот когда Intel-то выпустил, и они Apple от Intel-а вообще отошли. То есть, они больше новых устройств на Intel-е не выпускают. Только старые там еще доживают. Чуть-чуть, типа старых Mac Pro и старых там MacBook-ов 16-дюймовых. Ну, короче, есть еще устройства, которые можно прям купить Intel-овские. Но, в общем-то, от них отказываются. Им надо как-то отвечать на это все. Поэтому они тоже пытаются, изгаляются, что-то придумывают. Вот, и вот, соответственно. Эта конкуренция, на самом деле, это неплохо. Это прикольно. Но надо ли замахиваться прямо на M1 Ultra? Ну, не знаю. Оно все-таки все оптимизировано именно под всякие там премьеры и так далее. И, по-моему, проще и понятнее взять просто 3090 Ti какую-нибудь. И, как бы, получить плюс-минус то же самое, еще и там поиграть. Еще играть, да. Вот именно. А брать Mac Studio на M1 Ultra, видишь, особенно учитывая сейчас параллельный импорт и вот эти все сложности, это будет, ну, наверное, сильно дороже. А тогда и зачем? Но, кстати, мы, в принципе, приветствуем, что вы нам что-нибудь напишите в комментариях. А вообще, вот ты сам. Вот сейчас мы прошли такой блог, новые компьютеры от Apple. Причем, ну, ты всегда, я помню, говорил, что тебе Mac Mini импонирует. Просто потому, что, как бы, ну, MacBook это как-то пошло, что ли. Я не помню, что именно ты говорил. Да. А Mac Mini, типа, природная. И вот тут новая итерация природного. И вот как тебе? Слушай, ну, это интересно. На самом деле, для работы, вот типа для работы, если мне реально нужен будет Mac-система, то я, в принципе, всегда сижу за одним столом, потому что я просто привык работать за столом. И поэтому для Mac Mini у меня, как бы, есть место, и он мне не будет жарить коленки. И поэтому же я бы, в принципе, ну, как бы не побрезгивал Mac Mini, там, с M2, с M1, похрену. То есть, если мне это надо для работы, то окей. MacBook, понимаю прикол, как бы, понимаю фишку, но мне, в принципе, пофигу. То есть, ну, как бы, MacBook, окей, круто, да. Вот. Но не побрезгивал бы абсолютно Mac Mini, это нормально. Тем более бы я не побрезгивал Mac Studio, так скажем, полным, чтобы там все с этим совсем. Но это уже, конечно, другой вопрос. Ну, вообще, собственно говоря, HDMI-то там есть, поэтому можно прям реально не побрезговать сразу. То есть, из коробки, что называется. И два обычных USB-шника, USB-A. Можно оклик-мышку тогда сразу воткнуть, и оклик-клавиатуру, и все. Ну, просто, опять же, к сожалению, это немного функционально. Вот в этом плане, конечно, покупать Apple-устройства, которые типа Mac Mini или там Mac Studio и все, это немножко нефункционально в плане того, что это для людей, которые вот не хотят, например, поиграть. Вдруг. Ну да. А тут я хочу использовать это. То есть, я лучше за эти деньги реально соберу суперкомпьютер. Вот. Так, PC, так называемый. На Windows под управлением. И буду хотя бы мочь играть, или просто хотя бы, знаешь, я буду спать и понимать, что я могу поиграть. Ну да, у тебя хотя бы есть эта возможность. Да, 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 да. И я буду как бы все то же самое. Жать будет так же жестко. Еще и оверклокерски будет все выглядеть, светиться и там пукать-какать. Да, за эти деньги можно так пукать-какать, я думаю, вообще за Макс Тудевские. Ну да, вообще да. Поэтому тут как бы вопрос за тем, все-таки, кто вы такой и где вы живете, у нас сейчас это самый главный вопрос. Соответственно, от этого и отталкиваемся. Кстати, здесь в Related-артиклах, извини, что перебиваю, пока я не забыл, M1 Ultra не разносит 3090. Несмотря на то, что Apple показывала графики, что да, но, видимо, провели тесты и нет. Ну вот, поэтому, а я так понимаю, сейчас нет проблемы купить 3090? Ну, уже нету. Ну, опять же, это дорого, но до M1 Ultra будет дорого. Да, я... Дефицита как бы уже сильного нет, уже можно выхватить. Прям даже не сильно надо стоять, переминаться у магазина. Вот, поэтому думайте сами, решайте сами. Мне кажется, что в нынешних реалиях все-таки Windows, так называемый, будет все-таки лучше, конечно. В России это, да. Отсюда не ясно, почему тогда у нас сегодня Apple подкаст, но, тем не менее, мы это... Ну, а мы как бы вот идем в разрез немножко. Сами с собой уже, почти с собой. Да. Давай продолжим про Apple подкаст. У нас как бы там не заканчивается. Если вы хотели отключаться, то уже отключайтесь. iPhone SE. iPhone SE. Что такое новый, бюджетный, новейший 4,7-дюймовый iPhone от Apple? Что же это такое? Ну, это та же самая хреновина, что и iPhone 13 будет. Или уже есть, я так и не понял. Ну, в смысле? Он как бы уже продается, правильно? Ну, не у нас, но да. И вот отпускать его начали на следующий день после презы. Да, соответственно, он же продается, как бы. Ну, думайте сами. iPhone 13, по сути, внутри iPhone SE находится. Выглядит он как iPhone 8, соответственно. И я бы за это зацепился. Вот iPhone 8, нравится ли вам, как все еще выглядит iPhone 8? Если вам нравится вот это вот мыло, мыльцо. Если вам нравится вот эта кнопка Home, которая это единственное устройство с кнопкой Home у Apple, которая осталась. Если вам все еще вот Touch ID не претит, да, а вы наоборот его любите. И вообще, в принципе, если вы вот опираетесь на iPhone 8, скажем так, как устройство, которое вам очень понравилось, то, наверное, iPhone SE это хорошо. Но я пока смотрю на это как бред сивой кобылы. Тем более, что Apple вообще отказывается от мини-устройств, скажем так. То есть, iPhone 8, что это маленькая такая небольшая штучка в целом. То есть, она, во-первых, у нее края закрыты вот всем этим, типа, кнопкой, там, динамиком. То есть, это как бы устройство, на котором не очень такой уж большой экран. А Apple отказывается, напоминаю, у них теперь не выходит iPhone мини, с которым они попробовали влезть чуть-чуть. И, соответственно, вот этот iPhone SE это какая-то добивающая такая хреновина, которая как бы, ну, для бедных якобы, якобы за 429 долларов. Чего-чего долларов? 429. Значит, якобы там вот это все кому-то нужно с одной камерой. Вот этой вот жалкой. Надо это кому-то? Я смотрю на это, если честно, и да, у меня был постулат такой, что я бы брал любую, так скажем, не низшую технику от Apple. Но, знаете, если посмотреть, то за 499 долларов можно взять iPhone 12, например, какой-нибудь. Хотя здесь написано iPhone 12 мини, но хрен с ним. Короче, можно за эти деньги примерно плюс-минус взять iPhone 12. Так iPhone 12 это iPhone 12, понимаете? Это камеры, это мотор, это вообще, в принципе, все. Здесь, да, iPhone 13 внутри, но это все-таки iPhone SE, честно. Ну, как-то это уже выглядит несовременно. Мне кажется, это для каких-то людей, которые все еще говорят... Ой, а мне знаешь, как нравился iPhone 8? Вот эти вот. Вот для этих вот чуваков. И вообще, которые любят марку. То есть, ну, реально, полно миллиард людей, которые... Вот это тот самый форм-фактор. А на самом деле у них в кармане строго 429 долларов лежит. Больше у меня не долларом больше. И они такие, ну, как бы, вот, да. Да, короче говоря, ну, это просто для тех, кто, наверное, любит марку SE. То есть, это какие-то есть приверженцы, которые берут SE постоянно. Я в этом смысла вижу мало, если честно. Ну, ты был в какой-то момент SE-шить, по крайней мере, часовой? Я был, знаешь, я был... Ну, я все еще SE-шить часовой, но... Ну, я понимаю, что ты до покупки еще был, что, типа, блин, SE товары прям прикольные там. Вот часы, не, вот часы идеальные, я считаю, из SE. Вот часы вообще идеальные SE. А вот телефон SE, ну, как бы... Ну, я... Если мне дадут бесплатно, да. Если я буду выбирать между телефоном и SE, я выберу телефон. Скажем так. Это сейчас должны подмонтировать банан, где в прошлом еще подкасте, наверное, три месяца назад, говорю, ну, вот SE топ, я бы выбрал SE. Ну, нет. Ну, если выбирать между SE и телефоном все-таки... То я все-таки SE выберу. Короче, думайте сами, но выглядит уже убого. Я уже не могу смотреть просто на восьмерки, честно. Вот если мне сейчас восьмерку дадут, я скажу, что телефон? С другой стороны, мы сейчас зажравшись, выльем. Пройдет три месяца, и мы уже SE. Уже так на камеру смотрим. Да. Да, iPhone SE уже через месяца три нам подойдет, будет хороший телефон. Через шесть месяцев это будет телефон, о котором я мечтаю. Ну, и так далее, и так далее. Поэтому, ну, пока я говорю так, но тем не менее. iPhone SE, железо от тринадцатого, а пятнадцать байоник, и вся вот эта хреновина, все внутри, наверное, берут. Наверное, берут, и, наверное, берут по каким-нибудь контрактам с Verizon, с каким-нибудь ATT, может быть, чтобы побыстрее отдать деньги и, как бы, иметь iPhone. У меня есть один комментарий, точнее два. Хорошо, давай. Первое, например, мы с моим отцом купили моей маме SE 2020, то есть предыдущую. Так, хорошо. И ей прям топ. Ну, собственно, она с восьмерки, с какого она? Учитывая, что мы потратили, она с пятерки в этом-то и дело. А, ну, с пятерки-то. Вот, но, и мы потратили там двадцать восемь тысяч. А, в этом плане. Ну, хорошо, это просто прошлый, это вообще прошлый. Ну, он был актуальный в тот момент. Это же он вышел-то вот неделю назад там или сколько, две. А мы маме покупали на ее прошлый день рождения в июне. То есть мы, в принципе, покупали актуальный. И я тебе скажу, вот я его беру, у меня нет ощущения, что я взял пятерку. У меня есть ощущение, что я взял маленький телефон. Это да, но он летает. То есть он, в общем и в целом, нисколько тебя не жмет, там, Инстаграм не тупит. А это у мамы главная кнопка, видимо. И Фейсбук. Особенно сейчас. Запрещенные. Блин, я хотел пошутить в самом начале, что сегодня все, о чем мы говорим, это экстремистские, возможно, запрещенные организации. Потому что если даже на момент записи подкаста это не так, то на момент монтажа, может быть, уже будет так. Дело в том, что это, возможно, уже выложено даже на то, что уже и запрещено. То есть мы не знаем, как это будет. Да, да, возможно, уже и не выложено будет. Но вообще будет, об этом мы в конце скажем, где нас еще искать. Не выложено, это если мы с тобой запрещенные станем. Да, да. Это тогда точно будет не выложено. Слушай, ну я понял, я... Она пользуется ей прям вообще хорошо. Одна камера, она, ну, если она увидит, что у меня в приложении фото будет внизу там переключить камеры, она только будет тупить скорее. А так она просто открывает, фотографирует Беллу, и все. И нормально, больше ничего не надо. Ну вот, но это другой вопрос. Это как бы хорошо. Действительно, это дешево, сердито, и работает, и все нормально. Бабушка-френдли телефон. Да, но вот новые, новые покупать, я все-таки как-то не знаю. Ну, зависит от того, ну, как бы 429 долларов, это сколько будет рублей. Зависит от параллельного импорта. То есть, на армянском будет приходить этот телефон? Вот, да. В том числе он поддерживает уже две симки. Ну, короче, суть в том, что он по сравнению с предыдущим SE, он поддерживает, во-первых, 5G. Какие-какие сети? 5G? Вот. Ну, то есть, начиная с 12-го айфона 5G сети были. И, соответственно, вот E-симки он стал поддерживать. А это тоже там, по-моему, начиная с XS в больших телефонах он был. И вот в маленьких, начиная там, типа, с 12 мини, там. Ну, хотя нет. Ну, все. Да. Короче. Наши опять любимые. Да. Все. Надо идти дальше. Короче, на любителя. Интересный такой телефон. Интересный. На любителя. Интересный телефончик подошел. Интересная моделька. Следующая моделька – это айфон 14. Непосредственно, хотел бы я сказать флагман, но не флагман, а просто цифровая модель следующая, номерная. Айфон 14. И, ну, это айфон 14. Что мы можем здесь сказать? Естественно, здесь все новье абсолютно установлено. Как бы все как надо. Все будут эти ваши байоники. А сколько тут? 16 получается? Да. Обновленный чип. Обновленный чип. На айфонах будет, видимо, 16х. А тут 16. А нет. Слухи предполагают, что модель айфон 14. А, только в Pro. В Pro должен использовать чип A15. А Pro 16. Поэтому это все еще 15-й чип. Но, давайте так, у нас здесь это сдвоенная новость про айфон 14 и айфон 14 Pro. Ну, плюс-минус, потому что если зайти на эти обе новости, там скопирован текст какого-то хрена. Так вот, предполагают. А так предполагают или уже вышел? Предполагают. Это же все слухи. Это две новости-слухи, потому что в сентябре будут выходить. Вот. Нам уже похрену здесь. Мы сидим, вышел, не вышел. Что? А, кого? Да. Параллельный импорт нагонит все равно. Да, конечно, конечно. Поэтому слухи есть, что в этих двух телефонах где-то точно сделают, уберут нахрен челку, монобровь, как вы это называете, ушки, как бы это вы ни называли, уберут и сделают либо только камерные, точечку камеры, но, скорее всего, это будет не только точечка камеры, а предполагают, что это будет такая таблеточка плюс точечка камеры. Естественно, потому что почему таблеточка? Потому что там есть динамик. И Face ID, Face ID еще, это отдельный сенсор, который сквозь экран, видимо, не махет. Вы мне скажете, Никита, потому что андроиды это делали в семнадцатом году или в шестнадцатом, или в пятнадцатом, когда там? Когда началась ЭПП с челкой, начались все сразу «Ой, да нахрен челка, вот в каком-нибудь Huawei MX Mate…» Есть уже все давно сделано так, что вообще ничего не видно. Там вообще один экран только, типа. Почему ЭПП не пошли по этому пути? Почему они не сделали фейковый, как бы, экран? Или сделают? Мы не знаем. То есть, это как бы все слухи. Но было бы тебе, Саня, интересно, чтобы вот не видно вообще было ни хрена, был просто экран литой. А там было бы как бы чуть-чуть где-то там вдалеке датчики. Я привык до свидос вообще насрать. Ну, то есть, реально. Ты с челкой готов жить, да? Конечно, я уже живу с ней. И с двумя челками. Поэтому, что мне? Это вопрос, когда поюзаешь, уже потом не можешь. Так же, как ты с телефоном. Да, конечно, конечно. Ну, смотри, я с тобой согласен. Я с тобой согласен. Я, наоборот, боюсь, что вот эта дырка будет тебя смущать. То есть, ты будешь скролить новости, условно говоря. У тебя поверх поста как бы не челка, которая просто какую-то область большую занимает. А вот эта дырка просто. И ты такой читаешь, у тебя вместо какой-нибудь пары букв дырка. Да, возможно, кстати, это будет даже более тупо. Как-то кринжово, согласись. Вот именно кринжово. Ну да, соглашусь. Хорошо. Ну, допустим, хрен с ним. Кроме этого, дисплей ProMotion, о которой сказал Саня уже еще до этого. Здесь тоже будут ProMotion дисплеи 120-герсовые. То есть, будет варианта. Какое-то там, просто смотришь, и глаза устают, как в Half-Life 2 раньше говорили. Вот играешь в Half-Life 2, и голова начнет болеть. Там, типа, очень как-то было разрядно, хренядно. Я уже не помню. Я помню тоже этот мем, но я не помню, почему. Вот от ProMotion будет болеть голова. В 120 герц будете смотреть на ваш айфон 14-й. Но будет зато так классно. Просто, блин, я не знаю. Я знаю. У Бати вот на iPad Pro именно 120 герц, этот ProMotion. На iPad'ах давно завезли, потому что он просто батарею хавает много. А в айфоне она небольшая, и как бы и так-то все айфоноводы жалуются на батарею. А как бы если еще ProMotion туда всунуть, то уже вообще не в моготу будет. Да, да. Это, кстати говоря, тоже вроде как на обычном айфоне 14-м будет. Но хрен его знает. Смотрим. Далее. Титановый корпус. Надо про это сказать. Тоже. Apple iPhone 14, возможно, будет иметь корпус из высококачественного титанного сплава. Вот. Как бы он устойчив к коррозии, мне нравится. То есть люди собрались реально его хранить, видимо, с какими-то железками там в саду, чтобы у тебя коррозия пошла. Погинь на айфоне коррозия. Ну, это интересно, конечно, но тем не менее. Что еще? Охлаждение. Мне нравится, что есть охлаждение вообще в айфоне. А мы с тобой в какой-то подкасте обсуждали, что там какая-то водная камера, Vapor Chamber, какая-то там система с отводом тепла там куда-то там. И мы в тот момент, когда была даже эта тема, все равно говорили, что что-то там, куда-то там. Вот. Мы продолжаем говорить, что-то там, куда-то там. Просто она еще не вышла. Это же слухи слухов. Конечно. Ну, как бы вот, что-то там, короче, будет типа классное охлаждение. Да, это правда. Ну, из интересного еще обнаружение автокатастрофы будет в новых айфонах и в Apple Watch, кстати говоря, Series 8. То есть сейчас уже есть обнаружение падения, насколько я знаю. То есть можно там подрубить. И если реально у тебя часы подумают, что ты упал в обморок, не дай бог, то они якобы сразу наберут куда следует. То есть сразу в ритуальное агентство, я думаю. Просто вот, я не знаю, будет на камере видно или нет, что у меня разбитые часы. Может быть там как-то зазумят. И это было, ну, я думаю, что это было в тот момент, когда была неделя, я ходил в скользких ботинках, и я упал, наверное, раз в семь по старикам за ту неделю. Прикинь, у тебя семь раз вызвало. Вот, да. Мне интересно, у меня она выключена? Или я недостаточно кроваво как-то упал, как крабаба? Или что? Может быть, просто это позвонили, но в этой стране не туда, звонок прошел не туда. Там, возможно, 911. Call 911. Вот, и там сразу выехали, такие на Порше, знаешь, как в ход Порше в NFS за тобой. Но как бы они доехали, уперлись в край, в океан, и такие, а как, мы не можем проехать здесь, извините. Да. Короче говоря... Ход Порше, да. Ход Порше. Что еще? Модем Snapdragon X65, если кого-то это еще интересует. Wi-Fi 6E. Два Терика памяти. Может быть, будет в самом топовом комплектации, но никто не знает, будешь ли ты брать себя с двумя Териками. Я бы все взял с двумя Териками, на самом деле. Это классно. Чтобы подкасты вообще не удалять. Не удалять вообще подкасты. Про Терики скажу, хотя сразу скажу. Я тут смотрел, предсинялся. SSD-шки NVMe-шные и SATA-шные стоят одинаковых денег. Ну, одного объема. Несмотря на то, что NVMe-шные быстрее в 6 раз, но стоят одинаково. Это сейчас особенность такая рынка. При этом жесткие диски стоят совсем чуть-чуть дешевле. То есть, неадекватный бред, грубо говоря. Ты сам понимаешь. На терабайт жесткий диск стоит... Ну, ладно, на терабайт уже нет, но... Ну, короче, они сопоставимо, так сказать, это стоят. Поэтому я боюсь представить двухтерабайтный iPhone сколько будет стоить. Ну, дешево, как всегда. Столько же, сколько SSD-шка на два терабайта, судя по логике того, что я сказал. Да, да, да. Плюс цена iPhone еще. Хорошо. Что мы еще хотим сказать про iPhone 14? Собственно, давай перейдем плавно к iPhone 14 Pro. iPhone 14 Pro, это вы сами знаете, для Pro. Это вы сами знаете, для Pro. Если вы видите у человека iPhone 14 Pro, скорее всего, он у него в кредите. Либо он просто очень богатый человек. Либо кто-то у него богатый человек. Либо еще какие-то такие махинации финансовые совершаются. Мы не понимаем. Но просто iPhone 14 Pro, вы сами понимаете. Это уже, это серьезно. Это серьезно. Особенно, если он на 6,7 дюйма. Как будет iPhone 14 Pro же. Max. А есть еще. Да, iPhone Pro Max, простите. Да, с Max приставочкой. Ну, это будет серьезный телефон. Конечно же, с новым A16. Если у вас вообще что-то это говорит. Каждый раз они повышают просто версию Pro, чтобы мы не понимали вообще, что там творится в нем. Какие там бенчмарки. Куда ли дар пида? Че вообще? Короче, iPhone 14 Pro дизайн будет такой же. Скорее всего, предполагают, что естественно, будет либо дырка, либо таблеточка. Либо дырка и таблеточка сразу все вместе. То есть, будут уходить от челки. Кроме этого, кроме этого, что там еще завезут? Все топовое. Pro Motion, 120 Гц, вот, титановый корпус, все, как я сказал. То есть, непонятно, это будет в Pro или не в Pro версии. Поэтому здесь, как бы, статья она и там, и там. И тем, и тем. Камера также будет вот эта вот с тремя дырками. Вот ужасная вот эта, как у Сэма Фишера из Том Клэнси. Splinter Cell будет смотреть на вас. И будет, естественно, там каждая по 8К будет снимать. Это вообще. Это просто до свидания. Можно подкаст записывать. Просто, во-первых, на 2 Террика купить его. И записывать по Террику. Он сразу, как бы, занимает все 2 Террика. Скорее всего, да. Если там еще бэкапить, на все 3 камеры писать. Чтобы, если что, зумить именно камерой. Я не знаю, так можно или нет. Или будет можно или нет. Но, да. Но с помощью А16 чипов все можно будет делать. Поэтому вы не переживаете. И также обнаружение автокатастрофы, которая, то есть, ну, классно, конечно, классно. Модем Snapdragon X65, если кого-то интересует. Все то же самое. Wi-Fi 6E, 2 Террика, возможно. Говорят про то, что будут eSIM. Only телефоны. А, соответственно, это вроде как уже слух подготавливают операторов в США. Чтобы, не представляешь, мы будем использовать телефоны, на которых только eSIM. Кстати говоря, как у нас в нашей стране с eSIM? Ну, я давно уже использую только eSIM. У меня в физическом лотке нет SIM-ки. Хорошо. В физическом лотке. Но, смотри, какие операторы поддерживают? Давай. Мне кажется, вся большая, так сказать, четверка. Я не знаю насчет Yota, но Beeline, MTS, Megafone и Tele2. Не будет проблем. Главное, чтобы не приходило так, что это залочено под Verizon, опять же. Ну, вот это может быть. Но и то вряд ли. К нам сейчас уже не знаю, что будет. К нам сейчас, да, к нам сейчас, да. Дата запуска iPhone 14 Pro, это будет уже сказано на мероприятии в сентябре. Вот. Ну, как бы, пока все. Пока все про эти телефоны. На что ты смотришь из этого? Или пока ни на что не смотришь? Или как ты относишься к этому дерьму? Смотри, как я отношусь. Я, когда мы в начале подкаста говорили, как я готовился, я не упомянул о том, что, ну, там часть тем, которые были, они отменились из-за вот этой вот презентации. Да. То есть там, типа, вот, выйдет, скорее всего, это. И потом, хоп, и не вышло. И, как бы, я эти темки сразу тоже убрал. Вот. И была одна темка, что, типа, ага, точно не будет, короче, этого, выпуклости на камерах в новых Pro телефонах. Так, интересно. Вот. А потом выпустили вот эти схемотехники с толщинами вот эти вот, которые тут чертежи-то есть. И все-таки с выпуклостями камеры будет. И самое главное, что именно у 14 Pro и 14 Pro Max, во-первых, сам телефон толще, чем 13-ый. Во-вторых, выпуклость камеры больше, чем на 13 Pro и 13 Pro Max. Я знаю, что ты ждешь от меня реакции вот на эту выпуклость. Честно тебе скажу, я уверен, что это заговор. И я говорю, стопудово они это делают, чтобы покупали чехлы. Ну, конечно. Хотя, казалось бы, на чехлах не так много можно заработать, как на телефонах без выпуклостей. Я думаю, это просто вот, ну, весь модуль камеры, он настолько уже технологичный и классный. Но оптика еще так плохо ее знают люди, в школе не учили, видимо, что вот линзы только так можно в этот бутерброд скомпоновать. Что колбочки и палочки. Да, да. И, ну, как бы, и, слава богу, хотя бы есть чехлы, которые нивелируют, так сказать, это говно. Ладно. Хорошо. Так что я вот на это именно обратил внимание, что, блин, все еще будут выпуклости. А смотреть пока ни на что не смотрю. Ну, и правильно. На 13-й меня не заставил думать о его покупке. А у тебя, напомни, свою модель своего телефона. У меня 13 Pro Max. Да. Насколько? На 256. Ну, второй. Первый был 128, второй, по-моему, 256. Вот. И я почему, собственно, не смотрю на 13-й? Единственная, по сути, разница, это 0.5-я камера нормально снимает в темноте. Потому что вот засада, именно 0.5-я на 12 Pro Max, и вот ее прям включаешь в темноте, и она как Nokia 3310 начинает снимать. Хоть Nokia 3310 и не снимала, вот там примерно такое же качество, как если бы она вообще не снимала. Там сразу шумы, говно, да, свидос. Просто там то ли алгоритмы отключаются, которые это все делают, и мы видим сырую камеру, так сказать, то ли что. Но вот в 13-м это убрали. И там 0.5-я снимает так же классно, как 1 и 2.5. Вот. Но это, в общем, плюс-минус единственное различие. Ну, как бы, кроме там A16, A15, A14, вот этого всего говна, на которое насрать. Вот. А тут, типа, камера совсем другая. Уже будет не 12-мегапиксельная, а 48-мегапиксельная, как в Самсунгах. Вот. То есть там будет чуть больше площадь сенсора, но сами пиксели будут меньше. Ну, потому что их больше, например, на той же там площади. Короче, типа, он будет еще лучше снимать. И вроде как это кайф. Но пока не знаю, буду ли я смотреть или нет. Слушай, я открыл оранжевый магазин, да? Во-первых, здесь есть все еще SE-шки. Какие-то... Ну, 2020, я думаю. Которые вот у моей мамы. Да. Вот есть SE-шки за 37 тысяч рублей, например. Короче, телефоны пока есть. Я-то под докризисным еще ценам покупал. Да. То есть телефоны пока есть. Они, кстати, даже припали. Вот 13 Pro Max стоит 155. Это припали, да? И как бы это плюс-минус релизная цена, условно говоря. То есть на 256, повторюсь. То есть это второй. Это буквально на пятнарик там дороже, чем я покупал. Да, да. Интересно, интересно. Хорошо, лучше сюда не смотреть, на самом деле. Я что-то открыл и понял, что... Итак. Но дефицита нет. Ты же это хотел узнать. Нету пока. Можно пойти и взять просто. Бери. Ладно. Там есть за 220 тысяч. Можно взять iPro Max 13 на Teric. золотой. На Teric голубой 205. И серый тоже 205. Золотой, походу, самый дорогой. Ну, конечно. Конечно. Ведь он из золота. AirPods Pro 2. Everything we know so far. Давай, so far. Короче, это тоже слухи. Новость слухов. И ожидают, что, возможно, уберут ножку. Видел вот эти Sony наушники? Соневские наушники, которые просто втыкаются, как бы, и все. Да, слушай, очень много китайских наушников. Да. Меня, если честно... Давай вот мы сейчас здесь с тобой, да? Никто же нас не смотрит, не слушает. Бесит досвидос. Без ножек такое говно просто... Фу. Особенно, когда они огромные. Когда они во всю раковину ушную. Все говорили, что ножка кал изначально. А, да? Я помню, все шутки шутили про ножку. Это когда выходили вообще в самом начале AirPods'ы, они прям все смеялись над ножкой. И потом, оказалось, ножка это стильно. Потом, оказалось, мы не можем без ножки. А сейчас... Просто за нее удобно брать банально. Ну, то есть, как бы, да, она выглядит, как там какие-то брокколи или что-то там такое же. Помню, были какие-то картинки. Лук-парей. Ну, она удобная. И в ней, как бы, сам аккумулятор и вообще, то есть, ну... Ну, я тебе скажу, меня не смущает абсолютно. Мне нормально с ножкой, мне нравится с ножкой. Вопрос, как это будет без ножки. Если Apple придумает прикольно... Как их не уронить в унитаз без ножки? Да. Если вот они придуманы прикольно как-то, что это будет и держаться, и это будет как бы не падать у тебя, и это все будет классно, то окей. Но пока мне видится немножко странно. Потому что вообще наушники это такая штука... У меня постоянно вот любые затычки, мне дай так скажем, вот именно которые с резиночкой, это как-то называется, я уже не помню как. Так, и вот с резиночкой... Внутриканальные. Мне внутриканальные вообще... Не знаю что слово, но... Да, у меня канал, видимо, не такой, или хер его знает, но маленькие, мне маленькие резиночки, большие, мне слишком большие. Я, короче, каждый раз такой, да твою-то мать, то есть, мне люди, если дают послушать, то у меня вываливается все сразу. И у меня давно уже все вываливалось. Вот, сколько бы я ни пробовал наушников в молодости, постоянно тебе люди дают послушать музыку, а ты как дурак, короче, поддерживаешь рукой. Вот. Хорошо, когда есть что поддерживать рукой. Конечно. Конечно, вот, у меня все сразу вываливается. У тебя как? У тебя наушники, в смысле, у тебя уши сразу как бы заточены под наушники, или как? Или ты привыкал? Да, у меня медиум уши абсолютно нормально работают с любыми медиум резиночками. Я испокон веков любил, на самом деле, даже резиночные наушники, но... Я всегда капельки любил, безрезиночные. Ну, давай так. И все остается на них все еще. Мне капельки больше нравились именно из-за того, что я хотя бы слышу жизнь вокруг. А вот я у Бати юзал AirPods Pro первые. И я включал именно без шумоподавления. Во-первых, у меня от шумоподавления подташнивает. Во-вторых, я включал не просто отсутствие шумоподавления, я включал transparency, режим, который, наоборот, мне дает звук улицы в ухо. И что, дает? И я с таким летал. Да, он как бы с микрофонов меня подкидывает, подмешивает еще звук улицы. Ну, там не так сильно. То есть он его не усиливает, как бы, но подмешивает звук улицы. Я вот так ходил, вот так офигенно. Вроде и звук круче, потому что резиночки не дают рассеиваться там басам, говнам. Но хотя бы еще я слышу, что на улице. Вот это очень комфортный режим, поэтому, да. Ну, собственно, кроме того, что по слухам без ножки, по слухам будет поддержка Лосласа. Менчико говорит, на секундочку, это тебе не просто так. Да он уже что-то это, обосрался пару раз. Ну, тем не менее. Вот, пока говорит. И это круто, потому что выпустили Apple Music Лослас, а ее даже на вот этих Max наушниках, AirPods Pro Max, и то нельзя послушать. Это как бы фокап маркетологически абсолютно. Поэтому должны исправиться. Это я прям ожидаю. Вот, плюс Find My Sound. Вот это тоже круто. Когда ты потерял наушники, ты можешь воспроизвести звук, и чтобы наушники на полную в динамичке в своей орали. Это все равно лучше, чем, ну, как бы, просто их в тишине искать, там, под одеялами, в трусах, в носках, в говне. Ой, я согласен. Я вообще считаю, саунд должен уже быть на всех предметах, которые... На очках. Да. На всем, на сигаретах. Потому что это проблема постоянная. Ну, вот, вот. И, соответственно, здесь ожидается, потому что тут хотя бы динамик есть. Он как бы тихий, но если его зашкалить, хотя бы, и что-то там проиграть, повторюсь, это хотя бы лучше, чем ничего. И это... И чем Менчуко еще. Вот именно. Потому что, например, у Алины, у нее обычные AirPods, ну, второго поколения, не самые первые, второго поколения, но еще без зарядного чехла. И один потерян до сих пор. Он уже год примерно потерян. Его Белла куда-то заныкала. И, конечно, есть шанс, что она его просто в мусорку кинула. Мы этого не заметили и выкинули его. Но где-то глубоко на подкорке, я надеюсь, что когда-то я его найду через пару лет еще. А вот был бы звук, я бы успел их найти, пока они еще не разрядились до минус тысячи процентов. Да, да. Ну, в общем, все. Там, конечно, есть типа сливы, где там кейсик с какими-то тоже вот, с динамиками. А, в самом кейсе еще динамики будут, чтобы кейс играл. Помнишь, как в этом, в первом и втором iPod Touch там еще не было динамика? Или только в первом не было? Он такой звук издавал, как бипер. Вот такой чуть-чуть. Вот такой бы издавал, это была бы прям дань, так сказать, моде. А я думал, там прям музыку можно будет хреначить. Не знаю. Типа как, знаешь, прийти на шашлыки с AirPods Pro 2, там включить нормальную музыку, что все слушали. Тебя, кстати, как устраивает вообще дизайн чехла твоего? Да насрать. Это все равно, что ты меня спрашиваешь, устраивает для меня дизайн толчка. Ну, как бы сусру и нормально. Так же есть с этим чехлом. Сусру и нормально. Ладно, ладно, я тебя понял. Ну, подожди, а тебя устраивает? Нет. Ну, мне нету, поэтому не понял. Ну, идея в том, что какое-то мыло. Ну, что-то можно по-хай-течной сделать? Что такое? Я, опять же, Соневский у нас тут в офисе есть. И там еще хуже. Но они хотя бы матовые. Ну, то есть пластик такой не глянцевый, который выскальзывает в толчок, опять же. У меня сегодня все про толчок. А он хотя бы задерживается в руке. Сусру и нормально. Вот, да. Ну, короче, да. Хочется такого пластика качественного, как в GoPro, чтобы оно было прорезиневенько, чтобы оно такое как бы с намеком было. Но, может быть, это задумка. Может быть, это в битцах. Помнишь, там битцы вышли же, которые типа как AirPods. Да. В чехолечке. Может, они такие. Я не щупал. Может. Может. Двигаемся дальше. Давай, двигаемся дальше. Расскажи нам про все остальное. А это я рассказываю. Ну, а почему нет? Ну, почему нет? У меня просто дальше блок мой. Так это и так твой блок дальше. Слушай, нет. В принципе, вы можете нырнуть по ссылкам в описании и выбрать для себя место, в котором вы дальше будете за нами следить. Мы, конечно, будем лить на YouTube через VPN и какие-нибудь другие варианты, которые мы найдем. До последнего просмотра, так сказать. Но мы еще также будем лить, скорее всего, на Routube. Кстати, я уже залил предыдущий подкаст. На Routube, на Яндекс.Дзен и на ВК. Именно как видео залил. И мой тебе фидбэк. Routube самое говно. Просто дно вообще днищенское. Но буду заливать. Потому что, во-первых, это очень долго заливается. Просто как будто я заливаю в Австралию куда-то или в Антарктиду. Ну, может быть, это связано с тем, что все заливаются? Ну, видимо, может быть. Не знаю. Посмотрим. Потом там обработка столько же. И еще там самое главное, это сейчас уже исправилось. А до этого там была ручная премодерация. И там люди загружают, у них по три дня не появляются видосы. Классно. Потому что их еще не отсмотрели службы все. И это, конечно, кайф. Да. Но у меня сейчас вот вечером я залил, утром проснулся, все уже там Full HD, Limited Pro. Но там шакалит сильно видео до свидос. В Яндекс.Дзене вообще небо и земля. В Яндекс.Дзене лучше, чем на Ютюбе. А вот в Routube шакалит до свидос. Но, повторюсь, будем туда лить, будем в Яндекс.Дзен лить, будем в ВК лить непосредственно в ВК видео. Раньше у нас там мы просто Ютюб подключали. А сейчас именно будем лить. Причем я тебе больше скажу. Я не знаю, это совпадение или что. Но в ВК именно я вот залил. И там по бреду уже даже и смотрят. Там именно набегают просмотры, ну как бы из сервиса ВК видео. Когда мы заливали Ютюбные, почему-то там было три просмотра. Там, по ходу, какое-то продвижение. Да, вот 10. 10 просмотров было, когда мы заливали наш выпуск предыдущий Ютюбный. Там, где дефицит специалистов, мякотка. А в ВК видео там уже 47 просмотров за 14 часов. Просто видишь, сейчас вообще они сильно видео продвигают. Я имею в виду, они это ВК. Потому что у них даже в приложении изменились вообще вот нижняя панелька меню. В ней прям кнопка видео, это отдельная кнопка. То есть отдельная категория. Да, да, да. Даже под домен здесь тоже. vk.com slash video. Это типа ВК видео там и все такое. У них там отдельное ВК-студио видео там появилось и так далее. Именно для креаторов. Короче, они прям форсят видео. Туда перекатывание производится, видимо, всех с Ютуба потихонечку. Они же еще сделали сервис, который цепляется и весь твой Ютуб выкачивает в ВК автоматически. Я не хочу таким пользоваться, потому что, скорее всего, там надо отдать права на Ютуб. А как-то это фу, по-моему. Поэтому я буду вручную пока заливать. Тем более, что в Рутюб заливалось минут 30, в Яндекс.Дзен заливалось минут 15, а в ВК за 15 минут уже и залилось, и обработалось, и уже в Full HD можно было смотреть. Окей, но ты, кстати, подумай, потому что, может быть, там не надо права отдавать. На самом деле, с Ютуба можно качать просто же без прав, если хотите. Это правда. Я не смотрел, я просто скептически отношусь. Ну ладно, это нормально. Я хочу вот этого ручного контроля. Хорошо, я тебя понимаю, ручной контроль. Плюс пока, я пока вот выкачиваю на домашнем компьютере, я выкачиваю весь наш Ютуб, там уже 300 гигов скачалось, и это где-то третий, или там чуть больше третий. Наше домашнее видео. Да, все, что у нас на Ютубе есть. И пока реально не закроют полностью, я не буду все оплодить куда-то там на ВК или не на ВК. Я буду только новое заливать. Но если вдруг полностью Ютуб прикроют, то у нас хотя бы есть все наше достояние, его можно будет куда-то залить в другое место там, или через Яндекс.Диск раздавать всем. Я не знаю. Ну, короче, я хотя бы перестраховываюсь и все скачиваю, чтобы потом не обосраться. Классно, классно. Окей. Поэтому, да, вот в этих всех местах, и самое главное, кроме Boosty, есть еще же Donation Alerts. Это если вдруг когда-то будут какие-то стримы, то можно там. Но там на Donation Alerts есть новый сервис Ask.me. Это как Ask.fm раньше. Только Ask.fm был бесплатный, а Ask.me платный. То есть ты прям заходишь, Donation Alerts slash askme slash uwebdesign. Я сейчас не вспомню наизусть, а искать не хочу. В описании будет. И там будет прям лента вопросов нам, и там типа минимум 50 рублей за вопрос закинуть, и, наверное, мы будем прям в подкасте отвечать на какие-то, которые скопились, или как-то, короче, придумаем. Просто Donation Alerts сделали такую фичу, я не вижу причину ею не воспользоваться, по прикольчику. Все, теперь возвращаемся к Apple. Возвращаемся к Apple. Новые цвета, ну сейчас расслабуха, потому что было жесть, сейчас будет расслабуха. Новые цвета для iPhone 13 и 13 Pro. Ух ты. Мне нравятся новые цвета, а новые цвета это альпийский зеленый. Альпийский зеленый. И действительно можно... Просто зеленый. Просто зеленый просто у 13-го, а альпийский у Pro. Да, вот. Ну просто зеленый, да в принципе и просто зеленый мне нравится, но альпийский зеленый, конечно, классный. Не знаю почему, я смотрю даже на картинки классный, а уж, наверное, в реальной жизни вообще очень крутой. Вот, мне нравится. Просто вот мне нравится. Тебе как? Офигеть вообще, мне тоже очень нравится. Мне, собственно, вот у 12-го, у них же каждый айфон есть уникальный цвет. Вот в 11-м был как раз зеленый, только он назывался лесной зеленый. У 12-го был Deep Blue или как-то так. Вот я взял именно Deep Blue, нисколько не жалею, он понтовый. Хотя он у меня в черном кожаном чехле по старикам. Но через камеру виднеется, что он Deep Blue, поэтому да. У, соответственно, 13-го изначально был типа небесно-голубой или как-то так. Ну, светло-голубой, короче. Я его вживую смотрел, тоже офигенный. А вот это именно беспрецедентно, они добавили новый цвет, то еще дополнительно. Я не знаю, кстати, вот с чем это связано, по-твоему. Да слушай, просто, мне кажется, чтобы продажи были. Ну, это значит, нет продаж. Я вот и пытаюсь ввести к тому, что, возможно, нет продаж, и они их стимулируют таким образом. Это я тоже думаю, что такое может быть. Но потому что цвет для чего нужен? Это просто для людей, которые не решались купить. Это, скорее всего, у них была какая-нибудь версия, которая не настолько хуже, чем вот текущая версия айфона. И они такие, ну блин, а чай буду менять? Казалось бы, что-то, ну дадут что-то какую-то маленькую фичу, что мне это? А тут хоп и классный цвет. И ты такой, ну ладно, согласен, вот с этим цветом можно взять. Вот если бы они красный сделали Pro, меня бы это прям сильно торкнуло. Потому что красный с черным сочетается офигенно. А я всегда с черным чехлом, мне нравится. И когда там бы красная хрень торчала, блин, это вообще пушка была бы. Это было бы продано мужчине в первом ряду. Ну видишь, они сделали зеленуху. Ну зеленуха тоже офигенная. Но она с черным просто, ну как бы не так. А ходить только с телефоном, ну я его уничтожил. Даже если он из титана будет. Ну конечно, посмотрите на часы, Санин. Да, да и у меня телефон в таком... Ну в смысле у меня чехол весь избитый, побитый, треснутый. То есть реально, он на себя очень много ударов принял, которые бы принял телефон. А ну, камон, там все-таки просто стекло. А титан, да, еще не настолько титана. Титан, только рамка титана, а жопа-то все равно стеклянная. И перец. Поэтому, ну блин, нет. Хорошо, пойдем дальше. Еще цвета. Цвета чехлов как раз-таки. И цвета чехлов на айфон, я имею ввиду. И цвета браслетов на Apple Watch. Новые. Что мы здесь видим? Мы здесь видим. Чехлы только для Pro-версии, кстати. Чехлы, да, для Pro-версии, к сожалению. То есть, соответственно, вы опять же свой вот этот красивый какой-нибудь. Купите зеленый альпийский. Фу, отстой. Там написано, что iPhone 13 Max Safe Case shares the same colors. На 13 такие же цвета, извините. В лес тут тупой. Да, да. Но, тем не менее, вы закроете красивый цвет вот этим вот чехлом. Может быть, тоже с красивым цветом, но это смотря как вам. Из этих вот четырех цветов, а здесь мы видим такой достаточно морковный, если я не дальтоник. Достаточно темно-зеленый. Такой, ну, в принципе, лесной зеленый, я бы сказал. Такой, как бы, голубой, немножко такой грязно-голубой, я бы сказал. Серый-голубой какой-то такой, ну, в общем, голубой. И желтый. Жольтым. Лимонный даже. Мне больше всего нравится тоже зеленый, наверное. Он, кстати, эвкалиптовый официально называется. Он эвкалиптовый? Ну, ладно. Ну, вот у меня телефон в подобном, но у меня в китайском подобном. А тут было бы в Натуровском, подобно. Вот. Ну, это что касается... Давай я пока все остальное расскажу. А что касается браслетиков на Apple Watch. Здесь есть такой розовый-розовый. Ну, прям реально розовый. Ну, да. Дос. Вот. Тем не менее, у него тоже есть официальный цвет. Фламинго называется. А вот представьте, фламинго такой. Супер зеленый, ярко-зеленый. Темно-синий классный. И такой немножко нюдовый, скажем так. Как кожа. Такой бело-желтый. Вообще, чтобы ты понимал, если хлопок не окрашенный, он вот такого цвета. Ну, вот да. Хлопковый реально. Из этих, опять же, темно-синий. Вот. Мне очень нравится темно-синий. Прикольно, нормально. Примерно, как у тебя, только здесь, это вот эти вязаные. Да, это тканевые. Причем они без застежки. Это тот, который тянется. Который ты растягиваешь, руку суешь, и она хоп ее облегает. Да. Но мне темно-синий нравится. Тебе как? И то, и другое. Смотри, мне очень напомнило хипстерские вот эти цвета грязные. Была когда-то мода. Мы когда Vimeo с тобой еще смотрели, когда вот это все. Начало 2010-х примерно. Так, так. Мне, в принципе, вот этот вайп очень нравится. Поэтому мне... Они вот, когда рядом все лежат, они офигенные. Да, рядом, когда они создают как бы общую картину. Но это тогда надо 4 телефона, 4 часы. И носить их сразу все 4 рядом. Потому что это как бы... Ну, это прям... Ну, это вот типа 70-е сразу. 80-е были бы и более яркие. Все бы уже было розовое, диско и так далее. А вот 70-е как раз вот эти. И мне вот именно чехлы нравятся, когда они рядом лежат. А если по отдельности, ну, наверное, эвкалиптовые, да. Вот. У меня тоже есть такой ненатуровский. Но я в нем ни разу не ходил. Он просто у Алины в комнате лежит. В надежде, что когда-нибудь у нее там будет 14 Pro Max. И она в него всунет. И будет подходить чехол как бы. И да. Класс. И параллельный импорт нам поможет его купить. Вот. А что касается часов. Ну, синий. Что? У меня синие часы. Синий такой. Этот подошел бы идеально. Поэтому. Ну, спасибо моим друзьям и коллегам из офиса. Синий у меня есть новый. Вот именно силиконовый на день рождения подарили. Да. Спасибо им, действительно. Просто понимаешь, когда у тебя есть такие коллеги... Да ты можешь вообще. Даже не надо беспокоиться ни о чем. Да. Вот именно. Ты можешь вообще, блин. Они тебе айфон подарят. Ну, это надо будет намекнуть, да. Но тогда Сане придется скинуться уже с кем-то. На него. Ну, там добавят пару тысяч. И в принципе... Да, вот именно. Долларов причем. Параллельный импорт. Да. Да. Ну, вот такие цвета. Пойдем дальше. Про Apple. Вообще, вот есть ли нужда нескольких, интересно, чехлов или нету? У меня несколько чехлов китайских. И я их даже иногда меняю. Просто настроение или как? Как это происходит? Как бы тебе сказать даже... Может быть настроение, но просто у меня еще и несколько китайских браслетов. И дело в том, что у меня есть темно-зеленый чехол и темно-зеленый браслет. Темно-черный чехол и темно-черный браслет. Вот. И просто прозрачно. Это уже accessories. То есть я могу... Под лук. Что я могу? Я могу типа ходить, да, полностью в черном дерьме. Могу полностью в темно-зеленом дерьме. И как бы мне нормально. С другой стороны, как я действительно меняю... Ну, что-то типа настроение, да. Знаешь, иногда бывает негативные эмоции накапливаются. Вот в чем-то. И ты представляешь? Вот реально ты сменил на телефоне, короче, этот чехол. И все, и у тебя ушли негативные эмоции. Ты смотришь, как бы в другом телефон у тебя. Ну, не пробовал. Надо попробовать бы. Ну, тебя можно попробовать, тебе можно снять чехол. У тебя такие негативные эмоции будут. У меня только одни негативные станут. Ни в коем случае. Не собьюсь, что называется. К слову о смене цветов. Вместе с анонсом Max Studio и Studio Display вышла новая периферия черного цвета. Magic Trackpad, Magic Mouse и клавиатура с черными клавишами. Стильно, офигенно. Я очень рад. Классно. И удивительно то, что клавиатура, во-первых, с дополнительной цифровой клавиатурой. Все этого ждали, хотели, просили. Для бухгалтеров. Да, для именно них. И Touch ID в ней есть. Над Backspace, чтобы ты не искал. За F12, грубо говоря. Там прям кнопочка и в ней кругляшочек металлический. Ну, короче, четко Touch ID из телефона. И это, соответственно, последнее дополнение к Studio Display и Max Studio, без которого как бы experience неполный, так скажем. То есть вот эта периферия еще и прям вообще кайф. Супер. И, кстати, я забыл. Ну, хотя, что забыл? Не забыл. В Studio Display в комплекте метровый лайтнинг-провод. Ну, типа, чтобы подключать к компьютеру. То есть все-таки они в комплект положили лайтнинг-провод. Ну, правда, всего метровый. То есть он должен рядом стоять, но неважно. А здесь в этой клавиатуре черный лайтнинг. Впервые именно, ну... Чтобы ты понимал, когда вышел Mac Pro, помнишь, мусорка? Так. Вот с ним вышла черная клавиатура, и только с ним она была в комплекте. Отдельно было купить нельзя. Теперь можно, наконец-то, купить отдельно и еще и черный лайтнинг. Я уверен, что можно будет купить ее, клавиатуру не юзать, а только ради реально эпловского черного лайтнинга. Он еще в оплетке. Ну, слушай, это выглядит уже так, как будто, когда я в Америке в отеле забрал Fusion пятилезвенный только ради ручки. И он все еще у меня вот ручка от Fusion пятилезвенного, от бритвы, американская. Потому что такой не было в России. Да, я помню. Оно у тебя чуть ли не черное или как синее. Да, черное. У меня это белое, и я жалею. У меня белое, и я не могу ничего неинтересно мне. Хотя она, мне кажется, еще мои дети, учитывая, что у меня дочь, будет бриться ею, и ничего ей не станется. Она вечная, наверное, поэтому. Да. Там, кстати, в комментариях показывают черный USB-C лайтнинг. Потому что тоже чувак пишет, что это лучшее, что как бы из этой новости. Ну, ты если пролеснешь, увидишь. Там же, правда, сразу и шутка, что нет. Потому что там, ну, показывает, что Magic Mouse можно заряжать, только положив ее на бок, потому что там дырка снизу. Ну, вообще, Magic Mouse я юзал. Гоша же покупал. Ну. Господи, какой кал. Ну, прям реально кал. Она неудобная, она стеклянная, она люфтит, говнит. Ты вроде жмешь, она вся нажимается. Ты не понимаешь, на левую ты нажал или на правую. Так что, реально, no, just no. Но черная клавиатура и черный трекпад, это, конечно, классно, это стильно. Ну, ладно, ладно. Двигаемся дальше. Там что-то про рефербишт. А, это тоже мое, да, мое, все. Вы-то и не знали, уважаемые слушатели и зрители, а может быть и знали, но у Apple есть своя собственная программа уценки. То есть, после ремонта какие-то девайсы, но их в полном комплекте отдают. То есть, полностью с коробкой, там, с инструкцией, со всей фигнёй. То есть, в принципе, вы литерали не отличите от нового. Ну, кстати, у меня есть айфон рефербишт официальный, 7+, вот, который я Алине покупал. У него на коробке нету картинки айфона. Там просто надпись, айфон 7+, рефербишт. То есть, всё-таки по коробке можно понять, кто лошара и у кого рефербишт телефон уценочный. Но, тем не менее, по факту, на него также действует годовалая гарантия. А в России с чеком двухгодовалая гарантия по закону защиты прав потребителей. Да, и мне об этом даже сами Apple говорят. Они всегда это уточняют по телефону, когда ты по гарантии начинаешь обсуждать. Даже если у вас годовалая закончилась, если у вас Ростестовский телефон, то у вас два года гарантии. На самом деле, можете обращаться. Они сейчас трубки-то берут? Помнишь же, я тебе рассказываю, они берут, и они мне с акцентом отвечают, улица True, да? И всё такое. Так что вот улица True, да. Появились первые... К чему мы эту заводочку прорефербишт? Я, кстати, свой первый MacBook, который покупал в Америке, он был рефербишт. И там скидка составляла, типа, тоже баксов 350, но при этом он стоил полторы. И, соответственно, это практически 20% скидка. А тут он стоит 3500, а скидка всё те же 350, то есть 10 всего процентов. И вроде как бы и да, но уже не так классно. Хотя, повторюсь, учитывая, что нет никаких различий по факту ни в использовании, ни в чём от нового, там они проходят тоже все тесты, там всю фигню, то, ну, просто прикольно, что можно купить именно натуровскую оценку, эппловскую, на Apple.com. Есть вот в некоторых музыкальных магазинах есть так называемый B-stock. Это именно там с царапинкой, с фиговинкой, какой-нибудь витринный образец и так далее. В Moos.org есть своя оценка, ещё в магазинах разных есть оценка. А вот тут, считай, эппловский фирменный B-stock. Типа? Ну, типа круто. Заманчиво или нет? Заманил я тебя? Слушай, мне рефербишт нравится вообще, в принципе. Мне такая программа в целом нравится, поэтому ты меня вообще легко заманил. То есть я не против, я только за, и самое главное, что если бы всё было, вот много рефербишта классного, крутого, то вообще можно было бы брать. Да, да. Apple TV, кстати, тоже были рефербишт, ещё в России прям были. Были. Грустные слова. Вчера везде про это. Нарезка была из Катца, где у него разные прощания, и там именно грустные все. Ну и там всякие смешные подписи, типа что-то на оптимистичном. И вот тут типа того. Идём дальше. Потерянные айфоны больше не чинят. Заголовок у нас в слайке. И действительно, официальные Apple сервисы, теперь, если у вас в реестре устройств GSMA девайс находится как бы, что он пропавший, там отмечено, то его не будут просто ремонтировать. Не будут магазины Apple ремонтировать. Надо будет как-то очистить это дерьмо. То есть, скорее всего, два варианта. Вы ли реально его украли? Второй вариант. Тупо, но почему-то он у вас залочен. Как пропавший. Это надо тогда разлочить. Да, я уверен, что они не будут сразу отзваниваться в 911. Они будут всё-таки говорить, может быть вы там это, зайдёте в iCloud, там, ну отключите. Какая-то, возможно, ошибка была, там что-то это. Хотя, мне кажется, что уже это одностороннее хренове. Это когда уже потерян доступ, и когда ты сообщаешь, там, наверное, будет сказано, вот вы сейчас сообщите и всё. Тогда call 911 сделают, возможно. Но в целом, давно пора было это сделать, мне кажется. То есть, ну а зачем их чинить-то вот утерянное? Ну это же, реально же, чуваки заявили, а ты чинишь, получается, тому, кто украл, скорее всего. Ну да. Странно. Походишь, что так. Поэтому сделали нормально, якобы. Давай дальше пойдём. А следующее прикольно. Ты в Slack подумал, что при сломанном Face ID больше не будут менять iPhone? Ну нет, я смотрю, что не будут, просто менять, а будут ремонтировать. А, это да. Нет, я понял, как оно на самом деле, просто, видимо, в Slack коряво написал, но и не важно. Да похрен, на самом деле, потому что просто я не знал, если честно, вообще такого, что оказывается, если Face ID подлежит ремонту, датчик Face ID, да, то его меняют прямо вместе с iPhone. А теперь смогут чинить Face ID, ремонтировать его, и не надо будет менять целый телефон. Классно? Ну, это, наверное, дольше будет. Обычно сразу, ну, давайте новый вам дадим, и всё. А так будут, ну, давайте, наставляйте на два месяца на ремонт. И они такие, берут, у тебя вырывают и делают потерявшимся телефон, и говорят, всё, нельзя, 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 нельзя. Да, ладно, нормально. Я почему, кстати, это сюда включил, потому что я же тут узнал, что Apple Watch – это неремонтируемый девайс. То есть, что бы у тебя там ни произошло, если это гарантийный случай, тебе просто новые дают бесплатные, и всё. А если гарантийный, то говорят, что коммерческую замену тебе предлагают, а коммерческая замена – это где-то 70% стоимости нового устройства. Разница лишь в том, что тебе не выдают новую коробку, там, зарядник или что-то ещё. Тебе только вот новые часы дают, старые помечают, как потерянные. Вот, ну, без шуток. Старый, если ты прям серийник забьёшь, там скажут, знаешь, серийник отмечен, что он уже заменён, типа, всё, иди в жопу. Вот, то есть, соответственно, я узнал, что, оказывается, и телефоны в каких-то случаях тоже являются неремонтируемыми, их просто меняют. Вот, вот, это, видимо, был один из таких случаев, и, соответственно, теперь не такой случай. Может быть, какие-то ещё остались подобные, не знаю. Ну да, да. Далее. Про Apple что у нас есть? Далее у нас пошёл блок US Only. Хотя, как бы, это всё был блок US Only условный, но сейчас прям... Это подкаст US Only. Да. Но сейчас прям юридический US Only. Айфоны будут, короче, терминалами принятия денег NFC-шными. Анонсировано официально, это нет слух, что ты просто на айфоне у себя открываешь аппку, и чувак, когда свой подносит, у него всплывает, типа, оплатить. И ты у него принимаешь средства, и договора потом с ним заключаешь. Слушай, у меня уже так чел какой-то доставщик еды на андроиде так делал. Да, на андроиде давно это есть, да. Ну, есть и прям в телефоне, я видел, есть с приблудами отдельными. Там, типа, ты вставляешь что-то, или там по блютузу спариваешь, и да. А теперь вот в айфонах это будет без приблуды. Ну, и пока только Stripe анонсировал, что он будет это поддерживать. Платформа называется Tap to Pay on iPhone. Тапни, чтобы заплатить на айфоне. Это точно для нас, нам очень интересная новость. Вот, да. Но она официально пока US Only, даже там в Джермании не будет, и в Канаде. Но Apple Store даже планируют внедрить. То есть смешно, что пока Stripe на своих Shopify поинтах, пунктах выдачи заказов, такое внедрят, а потом и Apple в своих Apple магазинах наконец-то подтянутся. Ну, я так думаю, они сейчас утрясают проценты, комиссии и денювки. Там, походу, да, там бизнес-вопросы решают. Да, да. Но вот хотя бы будет такая возможность. Конечно. Классно. Ну, как, мне вот нравится закрытость экосистемы. А у нас в чате есть один человек, Костик. Он вот, например, плюется от того, что ходят слухи, что Apple сдаются и будет уже скоро не только App Store, а как на Android, там Samsung Store и прочая фигня. ATT Store и Verizon Store. И что, типа, ну, с открытыми магазинами будет пиратскость сильно увеличиваться и так далее. И вот он от этого плюется. Ну, кстати, собственно, что? Я тоже плююсь. Я тупанул. Я его поддерживаю. Мне тоже не нравится, что такая открытость. Хотя, казалось бы... Давай так. Я его не поддерживаю, но я тоже плююсь. Да. Просто чтобы не поддерживать Костика. Правильно, да. Именно так. Ну, короче говоря, мне нравится, что экосистема закрытая. И да и насрать на этот... Мы уже не то, что принимать, мы уже отдавать платежи айфонам не можем. Но об этом мы позже поговорим. Поэтому насрать. Дальше в блоке насрать в Аризоне, внимание, можно теперь права добавить и этот... Господи. Что-то еще. Секунду. Ах, это Аризона. А, ну, собственно, права или ID штата. В Аризоне. Драйвер-лайсенс. Да, драйвер-лайсенс и стейт-айди. Можно будет добавить в валет. Только в Аризоне пока. Слушай, Аризона что-то такой продвинутый? Или просто потому, что она А? Ух, нифига. Конспирология. Я-то думал, потому что продвинутый? Или потому что просто там самые... Если бы делали, было бы в Калифорнии. А я тебе больше скажу. Там есть дальше шорт-лист штатов. И там Колорадо, Гавайи, Миссисипи, Огайо, Пуэрто-Рико, потом Джорджио, Коннектикут, Айоа, Кентукки, Мэриланд, Оклахома и Юта. Никакой Калифорнии, никакой Флориды, никакого даже Портланда. Видимо, знаешь, по ходу проблема вообще с ношением драйвера лайсенс и вообще вождением, видимо, в нетрезвом виде именно в этих штатах. То есть где-то, да, в середине Америки. Ну вот, да, напишите нам в комментариях, если вы знаете, почему именно вот эти штаты. Что такого в Аризоне уникального и в остальных? Чай Аризона. Вот, видимо, из-за этого, да. Холодненький. Я думаю, что там самые беспринципные начальства, потому что это суперсогласовано именно с, во-первых, TSA, Transport Security Agency, то есть с транспортной полицией, будем говорить, и еще согласовано с их всякими мэриями и прочим говном, потому что там ты, когда добавляешь, ты отправляешь фотки со всех сторон, собственно, ID, себя фоткаешь, там, видео записываешь, что это точно ты и так далее. Потому что вообще-то это, грубо говоря, ну, очень незащищенно, когда твой телефон является подтверждением того, что ты это ты. Ну, это вообще, это вообще классно. Это сразу просто ни одной конспирологической теории у меня не рождается. Не возникает в голове, да, вот. Поэтому интересно, почему именно Аризона, то ли там самые беспринципные транспортники, то ли самые беспринципные мэрии, то ли просто там проще всего продавить, да, то ли там чай. Как бы вариантов несколько, но да. То есть это уже даже не US only, а Аризона only какие-то фичи. Звучит, конечно, типа прикольно, но опять же, у нас Apple Wallet уже превращается в тыкву, поэтому как бы кек лол, смешно. Apple Wallet. Да, это смешно. Но, хорошо, Аризона, я просто посмотрю, где она находится, и она находится, да. Ну-ка, Аризона. Она, по-моему, на границе. Она слева от Техаса и справа от Калифорнии. На границе с Белоруссией, да. Я вам сейчас покажу, откуда. Да, я правильно сказал. Ну, как бы она слева от Техаса, там еще затесалась другой какой-то квадратный штат. А потом Аризона, потом Калифорния. Да, я правильно понял, где Аризона. Чего в ней такого понятия не имеет? Там из Альбукерки туда приезжают варить. Нью-Мексика? Да, рядом, справа. Нью-Мексика, справа от нее, да. Второй квадратный штат, напоминаю. Вот, вот. Карта кладов из Сан-Адреаса сразу мне открывается. Какие там клады вообще? Там клады. Это GTA RP какой-то. Все, выходим отсюда. Хорошо. Идем дальше. Следующая тема про то, что Apple устройство можно будет скоро взять по подписке. И это, знаешь, с одной стороны выглядит, как будто просто в кредит взять телефон. Но с другой стороны, у тебя типа могут его отобрать. То есть, что значит ты в кредит? Ну, ты купил в кредит, как бы, и все. Телефон твой, по сути, просто тебе надо деньги отдавать за него. А здесь тебе якобы дадут телефончик, и ты просто платишь сегодня, завтра, следующий месяц, еще месяц. И тогда используешь телефон. И, похоже, если не платишь, то, похоже, ты должен его каким-то образом вернуть. Тебе его помечают, как у Керина просто. И тебя вяжут сразу все транспортники. Когда у тебя права аннулируют сразу из-за того, что ты за телефон не заплатил. Вот это нормально будет. Я, кстати, понял, почему загвоздка. Вот когда карточку в Apple Wallet добавляешь по факту, у тебя выпускается еще одна карточка. То есть, у нее прям даже номер другой. Ты когда чек Apple Pay-овский смотришь там из какой-нибудь бершки. Где-где? Откуда? Вот именно. Вот. Там прям номер карточки указан не твой, а той, которая карточка выпущена Apple Pay-ная специально. Вот, видимо, тут права выпускают еще одни. Дубликат прав именно это. И, видимо, в Аризоне только в одной есть двухтерабайтный сервер, который выдержит переиздание всех прав во втором варианте. Аризоновских. Да, да. Причем, видимо, у них есть такой прецедент, что двойные права. Не знаю. Ну, короче, вот, может быть, с этим как-то связано. Потому что, по факту, вот в Apple Wallet дополнительно переиздается вот эта хреновина. И у тебя новая сущность там появляется с новым айдишником. Может быть, как-то с этим связано. Извини, перебил. Ну, вот, да. А тут, как бы, телефон просто в аренду. И, знаешь, здесь люди в комментариях уже блюют. Говорят, нам надо свои телефоны покупать. Не делайте, пожалуйста, так, чтобы все телефоны надо было брать вот так вот в аренду, как бы. Мы хотим иметь свое что-то. А то у нас, типа, то в аренду, все в аренду. Все, короче. Мы за все, типа, платим просто. Все у нас по подписке, скажем так. Вот. И, короче, людей уже это не устраивает. Люди хотят иметь что-то свое хотя бы, как бы, что-то в своем владении, так скажем. Вот. Как ты относишься к такому? Полностью согласен с этими людьми. Особенно мы, как антиконспирологи, это полный отстой. Да. Твоя будет только грязь, говорит, под ногтями. Вот тут такая же тема. Да. Что-то тут все уже. Тем более мы знаем, что в Америке вообще как бы это принято в целом. Все брать в кредит. То есть это кредитная история и все такое. И к этому добавляются еще и телефоны, по сути, с такой же моделью, немножко чуть-чуть другой. Поэтому немного они как-то выглядят нестабильно для нас тут вот. Мы сидим тут, у нас-то все стабильно, все классно. А у них как бы да. Ладно, вот такая тема. Смешно, кстати, что на MacRumors'е про платежную систему Мир были новости. Про то, что там были обходки и что эти обходки закрыли. И там вот это все. Это все на MacRumors'е тоже были. То есть тут следят тоже. Интересно, что там в комментах? Я думаю, срач. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Russia, Мир. Ну-ка. А там нет комментов. Нету. Или они закрыты? Коммент с дизейблд. А, ну понятно. Значит, было что-то. Что-то было. Теги Russia, Ukraine. Значит, что-то было. Даже на MacRumors. Нет, что тег Apple Wallet добавить или Apple Pay. Нет, теги Russia, Ukraine. Самая горячая новость, походу, была. Надо будет потом почитать. Интересно. Вдруг по этим тегам что-то другое прикольное будет. Да, с открытыми комментами. Ладно, давай дальше. Что там про Apple Music? Последняя тема про Apple на сегодня. Это, да, про Apple Music. Короче. Это на самом деле по бреду техническая темка. Зубодробуха. Учитывая, что у меня как раз застрял виноград в зубах. Мне бы их выдохнуть сейчас. Все еще. Смотри. В чем тема? Тема в том, что когда мы берем музыкальный файл, мета-информация в нем хранится в первых байтах. Если бы она хранилась в последних, например, байтах, то чтобы запустить файл, пришлось бы выкачивать все. А так он выкачивает первое, мета-инфу, понимает, что за файл, что за это, и начинает уже тебе... Ну, ты можешь уже включить песню, пока она вся не скачалась. В iTunes так, если ты обращал внимание, хотя, может быть, ты и не обращал. Было бы странно, если бы ты на iTunes сейчас просто на винде слушал и все. Ты же ведь не покупаешь Apple Music. Ну, нет, я же нажал бесплатные два месяца, просто так по фану. Ну, это было недавно. Ну, я пока особо не использовал, если честно, но просто по фану, раз можно, что ведь. Я уже, знаешь, тут как бы, ну, у меня нет вариантов. Ну, да, варианты есть. Ну, я вот сейчас плачу с Билайновского счета. То есть все Apple ID-шные штуки платятся. Вот как раз они единственные, кто обошли это сами. И типа платите только нам бабки, плизик. Ну, ладно, допустим. Поэтому у нас Apple подкаст сегодня. Да. Ну, так вот. И, короче говоря, вот эта мета-информация, а представляешь, хоп, и мета-информация, а, ну, под нее размечено конкретное количество байтов. А вдруг ты в мета-информацию записал название там треков в 10 тысяч символов. А под мета-информацию было мало там размечено. И все, у тебя коллапс, файл взорвался, ничего не работает. Поэтому по стандартам, когда ты рипаешь треки с аудио-сети, например, ай-дюнсом, то под мета-информацию размечают что-то типа 5 килобайт. Ну, не типа, а 5 килобайт. Это немного как бы, вот, нехорошо, но и неплохо. Не отлично, но и не ужасно. Так. Вот. 5 килобайт. А тут выяснилось, что именно треки, которые в Apple Music, там по полмегабайта заготовлено. Просто пустоты. Пустых байтов типа под мета-информацию. Но чтобы заполнить полмегабайта мета-информацию, это типа 1250 эмодзи нужно в каждой композиции вписать, чтобы... А, это 5 килобайт хватит, чтобы 1250 эмодзи записать. А полмегабайта хватит 100 тысяч вообще всего записать. И тут чувак раскопал, заговор это или халатность. И выяснил, что скорее всего халатность, потому что раньше было, когда еще были айподы и был каверфлоу, помнишь, там перелистывать эти треки и альбомчики в таким типа, как пластиночки на полке стоят, и там их перелистываешь, там облоги перелистываются. Да, да, да. Вот. И, короче говоря, вот под этот режим нужно было, чтобы облога хранилась в каждом файле. И прям джипешка хранилась в mp3, грубо говоря. И вот для этого типа выделили по полмегабайта. Но потом каверфлоу отменили, все отменили. И как бы с тех пор надо было уже убавить это. А оно до сих пор в каждом треке полмегабайта пустоты. Ну и ты понимаешь, что когда это 2500 композиций, то это 1,25 гига у чувака пустоты. Слушай, ну это еще и у Apple все хранится. Это вообще терабайтами пустоты. Во-первых, ну у Apple-то хрен бы с ним. Грубо говоря, они тебя еще вынуждают покупать более... Ну, это еще все с временов айподов. Чувак говорит, если бы тогда я... Ну, сейчас он, естественно, написал, какими прогами пережать, ремукс сделать, так сказать. Чтобы, ну, не было этого всего, чтобы было по 5 килобайт. Но, говорит, если бы тогда я знал, я бы на гиг больше музыки на свой айпод мини залил, и было бы прям вообще классно. А типа сейчас уже отстой, досвидос говно, бейся-то. Но просто что он вот предпочитает думать, что это халатность, что это сейчас не убрали случайно. А кто-то думает, что типа это специально, чтобы вся iCloud еще покупали там дополнительно, айфоны на 2 терабайта и так далее. Ну, знаешь, они просто решили это не переделать, потому что такие, ну, а что мы проигрываем? Мы проигрываем, что наши терики мы занимаем, да похрен, ну, а зато все будут покупать iCloud и так далее. Они такие, ну, типа, задачу поставим critical. Я такие, да какой critical, да, low. Да, понизили до самой низкой. Да, 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 и все, и поэтому. Собственно, мы дальше сейчас перейдем к тому, что типа что делать без стриминга. Давай. Ну, давай. Ну, нет, не сейчас. Сначала уже как без оплаты телефоном моя, а потом твоя как без стриминга жить. Ну, давай. У тебя вообще тут длинное написано. Обсудить реалии жизни без оплаты телефоном, что карточки в целом, их дизайн снова выходит на первый план, что разные шлюзы и прочее у меня выходят на второй план. Разные шлюзы. Ну, смотри, я это к чему вообще говорил? К тому, что вот сейчас нет Apple Pay. А вот, ну, ты платил, когда он работал Apple Pay? Да, всегда. После стольких лет всегда? Да. Ну, вот я тоже. И как бы было удобно, что даже сумку не надо брать с кошельком. Когда ты вышел куда-то, у тебя телефон, в нем все есть. Я часами платил, поэтому еще больше. Ну, да, я часами тоже платил, но как бы у меня почти всегда рукава. И особенно как бы, ну, не знаю, короче, летом почему. Я понимаю, телефоном, короче, проще. Телефоном проще. Рукава надо засучать, жать кнопочку два раза. Там, конечно, можно сделать типа транспортная карта. Ну, это типа у любой карточки ты можешь выбрать, что это как будто бы транспортная карта. И это менее безопасно. Там тебе не надо без подтверждения делать. Ну, сейчас тебе уже этот совет не поможет, но в какой-то момент ты мог вообще не нажимая, просто рукавом платить и все. Но я себе это побоялся включать, а нажимать мне засучать бы приходилось рукава. Я не хотел, поэтому я жал просто, ну, я айфоном платил. Ну, так вот, теперь этого нет. И мы все опять либо наличка, либо карточки. Причем в карточке, ну, вот у меня по дефолту, я это тоже не отключал. Больше тысячи, если платишь, надо еще и пин-код вводить. У тебя так же? Да. Или ты вставляешь прям карточки чипом? Нет, нет, я присланник. Вдруг. Вот. Просто, хотя это и не влияет, даже если вставляешь, тоже надо пин-код вводить. Да, конечно. Вот. Ну, ты думал отменить пин-код или нет? Да, нет, конечно, я чудо-рочок. Ну, правильно. Мне тоже не нравится такая идея. Но вот до тысячи все-таки пин-код, поэтому... Ой, нету пин-кода, поэтому как бы можно обмануть все равно нас. Но неважно. Суть в том, что... К чему я это сказал? Теперь карточка — это снова аксессуар. Ну, допустим. Теперь его надо носить с собой, ее. Ну, носить-то ладно, теперь ее все видят. Теперь ты как бы можешь менять карточки. Красненькую, зелененькую, синенькую. Нет, не кричай. Я, знаешь, если честно, стараюсь никому не афишировать, что какая у меня карточка, тем более. Да нахрена. То есть, с одной стороны, прикольно, типа, нифига, можно там с каким-нибудь мемом еще с чем-нибудь. Красненькая, зелененькая, синенькая. Но, с другой стороны, если честно, не хочется, чтобы люди смотрели, а вдруг они увидят... А что там можно увидеть? ...заднюю часть. Ну, блин. Видишь, вот, например, у Тинькова карточки, у них уже вся инфа сзади, даже номер. Спереди только имя, фамилия. И ты просто передом показываешь, и все. Ну, как бы, держишь так, что только мем видно, и Никита Тарасов. Ну, может быть. Слушай, может быть, конечно. Просто я прям помню период, когда Visa Gold у кого-то была, и все такие, вау, Visa Gold. Ну, там сама карточка прям золотая, такие объемные циферки, все такие, вау. То есть, был вот этот период, когда, ну, на карточки обращали внимание. Ну, может, это я только обращал. Но вот еще в школе, мне кажется, это было. Я понимаю, о чем-то, да, да. Но, слушай, я не знаю. Мне кажется, специально для этого Сбербанк, например, сделал очень такой, знаешь, невзрачные вот эти вот серые карточки. Ну, мем такой, да. Никто не смотрел на них так, знаешь, типа, чтобы людей не смущать, чтобы вот не было такого. Вот. Ну, однако же, Сбербанк, например, предлагает мемы. То есть, ты можешь джипешку прям загрузить и сделать себе карточку. Они, правда, одобрят ли они ее? Ну, понятно, что Пыню, наверное, не одобрят. Но, например, тебя, скорее всего, одобрят, почему бы и нет. Или какого-нибудь Рика и Морти, опять же, по бреду. Какой? Ладно, классно. Ну, я просто почему это сказал, потому что у Тинькова именно в визах какая-то партнерка, и там, ну, дефолтные эти с Риками и Морти. Ну, все, я себе сделаю все Риками и Морти, ладно. Ну, это виза. Зачем тебе виза? Ну, да, виза. Так, ладно. Да мне вообще, что, зачем? Это все, если честно, уже... Ну, понятно, что оно все под капотом НСПК и Мир, но неважно. Дело просто в том, что Сбербанк дает джипешку, Тиньков джипешку не дает. И еще, если касается Миров, то вот, блин, сейчас не могу посмотреть, телефон пишет. Но когда, я смотрел последний раз, был только Тиньков Блэк, черное, и были пионы. Была еще когда-то Хохломану, Хохлому разобрали. А джипешек, какие джипешки, вообще ничего не дают. Вот в визах там куча Риков и Морти, а в мастер-кардах там какие-то эти, пейзажи, лендскейпы и плейнскейп-торменты. Но, к сожалению, джипешку Тиньков нигде не дает. А Сбербанк теперь забанили. И я не могу, я хочу с мемом что-нибудь себе прикольное сделать. Или просто там, я не знаю, с гитарой. Или с Маршалом что-нибудь, с Жуковым, естественно. Ну, что самое время. Ну, слушай, давай так. То есть ты будешь перевыпускать себе карту, да? Я еще, я ждал UnionPay. И типа вот на UnionPay-то я джипешку сделал. А вчера он обосрался. Теперь я не жду UnionPay, но у меня мир в октябре заканчивается. А я чувствую, что все-таки, ну, нужен будет хотя бы один реальный мир. Ну, на всякий случай, как бы. Я уверен, что не только нужен, это будет основа. Вот. И, соответственно, вот я и думаю, и вот мне кажется, это ладно мы вот сейчас с тобой, а кто-то-то все-таки для кого-то это будет аксессуар. Они реально будут под сумочку. Сегодня я красную карточку возьму, завтра фиолетовую, послезавтра черную. Чтобы вот это вот в Макдональдсе, который закрылся, но не закрылся, оплачивать, и все видели. Я верю, да. Потому что, например, и Пэшная карточка, Тиньковская, она прикольная, выделяется. То есть она белая такая, белосеребряная такая карточка. И что ты уже типа вот Тиньков бизнесыч. И ты такой сидишь, и такой мяу, пау, пау, пау. Ну, кто знает, тот поймет. Так-то всем насрать, конечно. Бабкам в Магните показывать. Вот мне интересно, станет это китчем, или это все очень быстро закончится, или уже вообще не до этого будет людям просто по жизни. Слушай, если ты с девочкой кальян пошел курить, то это китч. А если ты в Магните берешь с бабками, короче... Сахар утром до 12, потому что после 12 уже весь разобрали. До 12, потому что по пенсионному дешевле. А, и поэтому, да. Ты просто бабку просишь какую-нибудь тебе купить, как сигареты просили купить. Можно по вашим пенсионным, как я вам донесу, да. Можете вот моей вот этой, вот моими плейнскейп-торментами заплатить. Да, ну короче, это смешно, кстати. Я об этом не думал. Это схема, реально, надо бабок просить. А что бабок? У меня батя пенсионер. Может быть батя ходить в магазин? А что батя? У меня я самого уже пенсионер. Ну или так, да. Тьфу-тьфу-тьфу. Тьфу-тьфу-тьфу. Короче, вот. Вот такие темы. Мне кажется, что это новый китч. Но опять же, я вот тут был в кофейне в одной. Ну, в серф-кофе я на Кировке был. И передо мной баба забыла карточку, естественно. И она чуваку по номеру телефона просто кассиру кидала. Бабки. И он уже, типа, потом сам там в кассу, видимо, доложил как-то. Или что-то это. Ну, это нормально. В красном и белом можно по QR-кодам как-то платить. Вот. По QR-кодам в серфе запретили. То есть... Ну, в чём проблема? Не знаю. Не знаю, почему запретили. У них, может быть, Сберовский был, а Сбер забанили и там всё. То есть, ну, как-то это с чем-то, видимо, связано. Вот. Ну, и я, теша себя, что это будет китч, я такой, что нет. Нет, заставьте всех только карточками, чтобы... Ты уже такой... Нет, не можете здесь заплатить вместо чувака. Хотя на самом деле... Ну, вместо чувака уже её отгораживает по бабкам, скандалит. Что это вы тут будете платить, бля? А больше вот так бить, вот так нахлобучивать. Да, да, с сумкой, ну. Ну, короче, просто я на этот, наоборот, помог. Потому что баба не знала, как через систему быстрых платежей в Сбере на Альфу кидать. А мне надо было купить после неё кофе, именно в зёрнах я у них тоже купил. Я уже взял всё, что пить и есть на месте, так сказать. Потом вспомню, мне ещё зёрна докупить. Прихожу, и она тут стоит и не может ничего. Я говорю, дайте телефон. И я заплатил чуваку на Альфу, кинул, показал, как на Сбере заходить там в платежи, систему быстрых платежей, и вот это всё. Они на меня смотрели, как будто я просто двигатель запустил перед ними руками просто, без ничего. Но да. В этот момент... А должен был набрать... Чё в это? Нельзя! Короче, карточки я хотел бы, чтобы стали кичем снова. А теперь к последней нашей темке перейдём. Давай. А про шлюзы что это? Да шлюзы, это я думал про киви, там не киви, вот это всё сказать. Ну тут всё меняется просто каждые полдня. Ну да, ты сейчас скажешь про киви, а мы обосрёмся, это всё выложено. Да, да, это запрещённая экстремистская организация через неделю уже будет, и всё. Поэтому как бы... Ну, всё непонятно. Чтоб ты понимал, мы вот тут будем в Китае кое-что покупать с Элиной. И уже только битки. Никак больше там не купить. Мы будем реально битки им кидать. Ну классно, классно. Поэтому... А битки-то у нас разрешены в России? Ну, пока мы записываем... Да. Пока это не экстремистские вещи. Ты сейчас это сказал, потом мы выложим, а битки это что такое вообще? Я не слышал какое-то. Не знаю, о чём ты говоришь. А-а-а! Чё? А-а-а! Ну да. Вот. Хорошо, последняя новость, самая жирнющая. Это, кстати, новость. Последнее обсуждение. Обсудить реалии жизни без магазинов игр, и что будет со стримингом, и как жить без стриминга. Давай с конца. Про стриминг. Что ты имеешь в виду? Имел в виду стриминг музыки, стриминг видео, ну то есть подписочные платформы типа Netflix, Apple Music и так далее. Если вдруг обрубят это, что... Да Twitch-то, чё мне твой Twitch? Назрать тебе на Twitch-то. Я имел в виду именно потребление контента посредством стриминга, что... Ну, я думал, сейчас мы будем рассуждать, что будем всё на флешки записывать опять, в телек флешку втыкать, чтобы фильм посмотреть. Будем физически на iPhone музыку записывать, которую с рутрекера скачивали. И вот это всё. Что, в принципе, надо будет скачивать где-то что-то и куда-то закидывать, чтобы потребить какой-то контент. В отличие от того, как сейчас это всё устроено. Ну да, то есть основной текпоинт этого обсуждения про то, что всё у нас на носителях теперь будет. Раз у нас карточки есть, соответственно, мы теперь будем носить с собой ещё и флешки, блин. Соответственно, мы с тобой будем там какие-нибудь втыкать в телек, короче. Компакт-иски, возможно, снова втыкать втыкать. Потому что я вот до известных событий ещё поставил себе здесь CD-ROM в системник в офисе. И, видимо, не зря. Вообще, вот это, конечно, да. Вот это то, что втыкаешь. Но со стримингом, смотри, мне мало чего можно тебе сказать со стримингом. Я тебе только про Twitch могу сказать. Вот. А про стриминг музыки, ну да. То есть с этим проблема. С другой стороны, у нас есть кинобаба, так называемая. Вот. Это же, по сути, стриминг фильма. Ну да. Но просто вдруг его тоже отменят. И что делать? Его вообще изи могут отменить. С другой стороны, его не только могут отменить. Но и как-нибудь просто он, в принципе, сам по себе сейчас будет замедляться. Потому что надо же теперь локализовывать. Да, я же всё, в том числе, не только говорю про деньги, а ещё и про закрытие интернетов, так сказать. То есть вот про всю вот эту движуху нездоровую. Да уж. Ну это, конечно, ты большой кусок хочешь, чтобы я откусил. Давай тогда с другого хода. Со стримингов не получилось откусить тему. Давай обсудим реальность жизни без магазинов игр. Посмотри. Реальность жизни без магазинов игр. Согласен, что с тем, что приходят 90-е некие. И что мы, так скажем, скоро сможем поиграть только на дисках в игры. Но опять же, захотим ли мы играть на дисках в игры, если они не будут на русском? Допустим, захотим. Окей. Короче, вообще, сами по себе игры становятся... Новинки игр. Сами по себе становятся, знаешь, для людей очень заинтересованных. Либо для людей, у которых очень много времени, либо у которых прям... Либо те, которые прям... У них passion это игры. Остальные, как мне кажется, отсекутся. Ну да. То есть, ранее все играли в игры... Ну, просто я вот играю в игры. I'm a PlayStation. I'm an Xbox. Сейчас уже надо будет хотеть поиграть в игры. К сожалению. Так же, как это было и в 90-х. То есть, когда у тебя нелокализованная игра, ты себя заставляешь... Заставляешь это английский, эти сворды, эти шилды, значит, понимать. Кто там кому дэмэдж нанес, так сказать. И вообще, вот эти все слова выучивать. И поэтому ты мелкий, как бы, немножко образовываешься английском. Потому что играешь в эти вообще нелокализованные игры. Или стараешься какой-то там фаргус урвать или что-то там. Вот. Но это все немножко для детей. Это все для людей, у которых, короче, есть много времени. У которых есть много желания играть в игры. Вот что я для себя понял. Просто, возвращаясь к магазинам игр, сейчас наращивается темп, оказывается, у компьютерных клубов. То есть, кроме вообще, в принципе, магазинов игр, проблема будет не только с самими играми, но и на то, на чем играть. То есть, PlayStation это рофл, Xbox это рофл, как мы видим. А тем более, компьютеры сейчас это рофл. Это дорого просто, тупо. И вообще, где ты, твою мать, возьмешь компьютер, если у тебя не так много денег? Если ты работаешь, ну, на работе за 30 тысяч, за 40 тысяч, ты просто, как бы, раньше ты себе мог позволить еще что-то собрать там, да? То сейчас уже вообще нихрена не можешь. И, соответственно, компьютерные клубы сейчас, кстати говоря, это... Я удивился, но в Челябинске очень много компьютерных клубов. Я посмотрел на... в Дубльгисе, я просто готовился к этой темке немножко. Вот. И на Дубльгисе много... Я удивился не тому, что готовился, а тому, что много компьютерных клубов. Да, если ты сейчас задубльгисишь, короче, вообще, сейчас скажут, вы что слово дубльгис употребляете? Задвагисишь. Компьютерные клубы в Челябинске, их будет много, и они будут с хорошими отзывами, что самое важное. И со свежими, не с 90-ми. Да, у них будут почти пятерочные оценки у всех. И они будут иметь очень крутые оверклокерские компы с OLED-подсветками везде, ЛГБТшными. И, короче говоря, теперь компьютерные клубы — это что-то элитное. Ты туда ходишь не просто вот где гопари сидят и ждут, пока у тебя время закончится. И отнимают у тебя иногда время. Да, отнимают, да, поиграют. Да ты всё, что наигрался, да, поиграешь. Да, да. Короче, теперь нет. Это что-то такое киберспортивное, немножко такие арены киберспортивные. Это немножко такое просто провести досуг. И там же вместе есть... Раньше же ничего нельзя было в клубе. Сам с собой берёшь что-то похавать, там что-то чипсы какие-то, газяру. А сейчас всё там только покупаешь, пиво в том числе, то есть там можно алкогольный напиток. То есть ты туда приходишь провести досуг, тебя жена отпустила, условно говоря. Но опять же, это всё фигня, потому что мы всё откатываемся к тому, что этим занимаются только люди, у которых много времени и очень большой passion к играм. Это всё, скорее всего, всё-таки дети, школьники или там какой-нибудь универ, начало универа. Я думаю, современный человек, который работает, взрослый, у которого, может быть, есть дети или хотя бы просто он с женой живёт, да, там, ему надо зарабатывать на квартиру и так далее, и так далее. То это всё, короче, игры начинают отходить на какой-то задний план. Хорошо это или плохо? Скорее всего, плохо. Ну, как я вижу. Так можно было бы расслабиться, посидеть, поиграть. А так тебе нужно будет отпрашиваться у жены, ну, даже хренственность отпрашиваться, но тебе нужно будет как бы своё расписание подогнать под это, чтобы с друзьями затусить в компьютерном клубе или одному, не дай бог, поиграть по социофобам. Или каким-то образом урвать себе игру не на русском языке, короче говоря, диск где-то найти там на Авито или где ты его будешь покупать, хрен его знает. На каком-нибудь 1С интерес, это не реклама, к сожалению, где будет, короче, непереведённое говнище, и ты такой, твою мать, как в это играть, и вообще на чём это... Короче говоря, игры, к сожалению, отходят людям таким, очень, короче, у которых реально игры — это суперхобби. Просто мне кажется, что... Так может, оно всегда так было примерно? Просто мы отходим с тобой от людей, у которых это было суперхобби? Да, но просто некоторых школьников тоже это, скорее всего, уберёт, потому что вряд ли родители будут, короче, ну, большие деньги. Вот у тебя есть компьютер учиться. Ну, я посмотрел, там сейчас 30 рублей час стоит, например, на цирке в каком-то клубе, а там тоже всё лет подсветки, досвидос и так далее. Ну вот, да, скорее всего, всё-таки школьники начнут снова ходить в клубы. Я просто... Это как бы мой поинт, что, опять же, клубы возвращаются, раз мы 90-е возвращение. И это опять компьютер as a service. As a service, кстати. Да, но вот конкретно просто, ну, взрослые вряд ли будут покупать ради компьютера охреневшего, там, своему кому-нибудь, там, сыну, да, условно говоря. Скорее всего, школьники будут довольствоваться своими телефонами. Ну да, да, мобильный гейминг, да. Да, очень сильно перейдут нам на телефоны, и, соответственно, ну, как бы, я не знаю, это как-то всё выглядит, короче, мне непривычно, и как-то это плохо, какая-то помойка опять. Вот. Я знаешь, чему удивлён? У нас на свободы, на детском мире парус, на месте паруса до сих пор клуб. И там также какие-то VIP-зона, стендард-зона. Да, да. Чего вообще? Я вообще больше всего удивился, я из роддома жену забирал, там, прямо рядом с роддомом на ЧМЗ, киберспортивный клуб какой-то охреневший просто, я чего-то кто? Короче говоря, вот это для меня, на самом деле, вот открытие, что реально это всё ещё существует, причём это существует... True Gamers он называется, я сейчас нашёл. Вот, в Раймках True Gamers какого-то. Хочется посмотреть на контингенты вообще, что там происходит внутри, особенно с продающимся пивом, вот, это интересно, это интересно. Ну вот, так мы будем жить без магазинов игр, отвечая на твой вопрос. Как мы будем жить со стримингом? Видишь, хотелось узнать, как мы будем жить, типа, играть не будем? Я думаю, что мы не будем играть. То есть, я вот, короче, я вижу себя, то есть, когда всё началось, ни одна игра интересующая меня не вышла. В Elden Ring я не хочу играть. Elden Ring, он вышел чуть ранее, чем то, что началось. Я так ещё, мы так, как будто что-то утаиваем здесь. Но, тем не менее, в общем, Elden Ring вышел, типа, где-то в конце февраля, ну, может, в середине февраля. Мне насрать на него. И, как бы, вообще сейчас, как-то по странным стычкам и союзам, вообще ничего не выходит. Я не знаю, это нормально или нет, но ни одной игры какой-то стоящей ничего не выходило. Вот если бы мне сейчас сказали, что вы, например, я очень хочу поиграть в какой-нибудь, там, Last of Us 3, например, без которого я просто не могу жить, то, наверное, я бы на английском играл бы и покупал бы его где-то, не знаю, искал бы на Авито или на 1С Интересе, скорее всего, каком-нибудь. Ты за битки бы в Китае покупал просто и всё. Да, просто... Ты думаешь, что и покупают? Похоже, похоже, да. Просто, опять же, говоря о Стиме, который, типа, можно ключи купить на Тинькове, да, возвращаясь к Евсеичу, там не все игры далеко, там не то, что не все игры, там просто какая-то хренобора, говоря нашим языком. Ну, понятно, да. Что там? Я не понимаю, там что-то не очень. Старгью, Вэлли. Ну, да, вот. Поэтому, короче, по ходу игры отходят на второй план очень жёстко. Я и так, в принципе, не сильно играл, а просто читал новости про игры, но, к сожалению, ещё меньше мотивации читать про новости про игры, когда они совсем уж вообще тебе недоступны. Вот. Поэтому как-то-то тупо всё немножко. Могу сказать, что, например, Вовку продолжают локализовывать, несмотря ни на что. Так. И, скорее всего, новый аддон будет ещё русский. А там дальше уже будем посмотреть. Ну, опять же, хорошо не жили, не хрен начинать. Ещё в 2007-м я на европейском Офе играл, и меня это никак не останавливало. Да, но это то же самое с Apple-устройствами. Раньше у нас полностью был американский магазин App Store. Да, у нас не было российского App Store вообще. Мы в баксах покупали приложение. Просто что платежи проходили с наших карточек. Да. Ну, а сейчас с Билайна нашего будут проходить. Что уж. Да, то есть мы откатились вот к этому, да. К тому, что, короче, локализации не будет. Ну, посмотрим. Интересно. А про стриминг. Ну, пока меня это... У меня есть... Ну, я настолько люблю слушать музыку, что если вдруг откажет музыкальный стриминг, я реально буду закачивать на телефон музыку. Буду скачивать с рутрекера рипы лосласовые. Ну, может, ты даже... Слушать в обычных AirPod, в которых не слышно. Ты даже будешь более, скажем так, наслушанный из-за этого, потому что ты будешь шарить там везде все. Да, и я буду больше это ценить. Я буду не как к жвачке, к музыке относиться. Хотя я и так к ней так не отношусь. Я и так в основном альбомами слушаю там и все такое. Но, тем не менее, я люблю вот эти плейлисты, которые мне Apple-музыка подсовывает. И я из них очень часто... Ну, мне понравился трек, я альбом потом слушаю. И потом, ну, и альбом неожидаемо тоже, скорее всего, нравится. Я его заслушиваю и как бы... И несется это все. Но тут я буду еще тратить время на то, чтобы это скачать. И как бы вот послушать уже... Ну, именно... Но зато в оффлайне будет доступно все. Да, да. У меня вот, например... Ну... Да, я быстро про Игоря хотел добавить, что можно будет пока что... В скобочках не пока что, а навсегда в бэклог погрузиться. Ну, да. Да. То есть все, что накопилось, несыгранное, неигранное. Да. У меня в Стиме столько игр, что можно победить или проиграть во многих операциях разных. Да. По времени. Можно будет. Да, согласен. Хотя тут проиграть-то и так что-то недолго как-то. Ладно. Да, но я с тобой согласен, что на телефон скачивать... С другой стороны, если мало памяти у тебя, что делать? Если вот у тебя телефон сейчас 128 гигов был бы, что я бы делал-то? Ну, сейчас, кстати, 128 занято всего. Ну, это все практически фотки и видео, я думаю. Там, может, три подкаста предыдущих еще я не стер. Потому что, ну, нет как бы нужды стирать. О, кто-то проехался. Классно. Вот. Поэтому, если место, но следить за местом. Как я раньше с 16-гиговым телефоном ходил. Да, согласен. В интересное время начинаем жить, судя по всему. Тьфу-тьфу-тьфу. Поэтому посмотрим, как это все нас к чему приведет. Но вот подумать об этом мне казалось интересно. Ну вот. Может быть, я какую-то хотя бы кому-то новую инфу дал про клубы? Клубы. Мне точно дал. Я не знал. Даже и не думал. А оно вон как оказалось. Ну, давай так. Вполне возможно, что это действительно дешевый способ пойти посмотреть, как ретрейсинг выглядит в каких-то играх там или что-то такое. И самое главное. Ну, ладно, пиратить можно, да? Но вот вместо того, чтобы покупать какую-то игру, можно пойти типа в компьютерном клубе в нее сыграть. Например. Мне интересно, там это из стима как-то или там репаки просто накатаны? И вообще какие там игры? Вообще я понятия не имею. Как это все устроено вообще? Ну, да. Да, да. Надо ли тебе свое время оплаченное тратить, чтобы у тебя установилась быстренько игла? Ну, да. Это, конечно, нужно узнавать. Но да и не нужно узнавать, что. 37 скита у меня пока есть, поэтому... Я успел, ты просто не представляешь. Я же за 116, да? А сейчас именно она уже 158. Она подорожала. То есть я реально вот в ямке ценовой успел. Их 9 штук на всю страну было, нам рассказали. В оранжевом магазине. И вот одна из них я успел. А сейчас я уже 158. О, ну, ну как. А Роговская 162. Всего-то на какие-то 4000 разницы. Окей. Окей. Да. Ну, в общем, вот так мы с тобой поговорили. Достаточно долго. 2 часа 21 минуты. Я надеюсь, люди выдержат этот Apple подкаст. Ну, видишь, в конце их, так сказать, им подмажет. Мякоть в конце. Да, в конце будет тоже опять мякотка какая-то. Получен новый уровень. Вам присвоен уровень 1 какой-то мне в ДНС присвоили. Ладно. Присвоили и присвоили. Спасибо тебе. Спасибо всем, кто досюда дослушал. Ищите в описании все платформы новые и не новые, которые есть. Следите за нами там, не теряйтесь. И вот, кстати, прямо сейчас меня, чувак, в нашем чате. Да, в чат, в телеге вступайте. Но чат у нас сейчас закрытый, поэтому пишите мне в личку, я скину ссылку. Чтобы это... А то мало ли, что там будет. Спрашивают, где подкасты послушать? Ну, есть места, скажем так. И, кстати, про стриминг. Я наткнулся, именно наткнулся, на какую-то платформу Трово. Знаешь что-то об этом? Знаю, знаю. То же самое, что Твич, типа, ну что-то говорят, говно, говно. Ну, естественно, потому что там, видимо, еще мало сделали. Ну да, сложно за секунду сделать что-то, что будет не говно по сравнению с Твичом. Но просто она русская какая-то? Или почему вообще вдруг возникла другая? Похоже, что русская. Я не вникал, Сань, честно тебе скажу. Но я знаю, что на нее уходят, скажем так, вот в дань того, что там можно деньги получить. Но, видимо, русская. Ну да, там заходишь, там сразу домой, актуальные, отслеживаемые. Ну, в смысле, по-русски все это написано. Ну, можно будет потом вникнуть. Или напишите нам в комментариях, если вы знаете что-то про Трово. Вот. Но, в общем, в целом, видимо, есть... Ну, она и выглядит так, как Твич. Все это практически, на самом деле, копипаст свеча. Это, видимо, типа Рутюба, только, ну... Похоже, да. Только Рутвич. Ну, понятно. Ладно. Всем спасибо. Подписывайтесь, не теряйтесь. Поддерживайте нас, если хотите все еще. Если у вас все еще есть возможность еще кого-либо поддерживать в этих всех ситуациях. И да, увидимся. Да. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok